Привет. Я тут с вами. На ближайшие три лекции я буду вам рассказывать про программирование. Я предлагаю сразу обговорить формат, в котором мы это будем делать, потому что я считаю это довольно важным. У нас занятие идет целых три часа, поэтому я предлагаю сделать так, чтобы не я тут все три часа стоял, распинался, рассказывал вам. Потому что, во-первых, вы отвалитесь, потому что это вечер четверга, сейчас уже полвосьмого. А во-вторых, ну, мне тоже тяжело три часа разговаривать. Поэтому давайте вы максимально будете принимать в этом участие. Если я задаю какие-то вопросы, вы там не сидите, как на лекции по Матану, а пытаетесь что-то там ответить, придумать. И если у вас возникают какие-то вопросы в процессе того, что я рассказываю, вы тоже сразу их задавайте. Хорошо? Есть? Супер. Предлагаю начать с того, чтобы вообще разобраться, зачем программирование. Почему программирование? Мы вроде сюда собрались с CTF решать. Как вы думаете, зачем целых три лекции в нашем курсе посвящено программированию? Важны азы. Да. Важны азы. Хорошая мысль. Но давайте я ее немного расширю для вас. Почему азы важны? Потому что все вообще, что существует в мире IT, оно как-то выросло из программирования. То есть для того, чтобы что-то появилось, какое-то приложение, его сначала надо запрограммировать. Поэтому специалисту по информационной безопасности, несомненно, надо уметь программировать. Дальше, если мы опускаемся конкретно в область CTF-ов, самое очевидное применение программирования — это написание сплойтов. Очень редко бывает такое, что вот вы решаете таск, и вам не надо ничего запрограммировать. Сплойт. Хороший вопрос. Сплойт — это какая-то программа, которая что-то эксплуатирует. То есть, например, есть веб-приложение. В нем какая-то уязвимость. Ее руками, конечно, можно заэксплуатировать. То есть синоним слова «эксплуатировать» — взломать. Но это не очень удобно или там не очень просто. Иногда даже невозможно, потому что, ну, руками довольно тяжело. Поэтому это приходится автоматизировать. То есть, собственно, сплойты нужны как раз для того, чтобы автоматизировать взлом какой-то уязвимости, чтобы сделать себе жизнь проще. Ну, а в некоторых случаях задача просто не решается без сплойта. Собственно, вот. И в большинстве случаев либо удобно, либо просто даже необходимо написать сплойт. Поэтому, собственно, мы с вами и учимся программировать. Потом существует очень много различных направлений задач. В каждом из которых нужны какие-то свои техники. Например, существует такая категория, как миск. В этой категории обычно всякая чепуха вообще. Все подряд задания, которые не попали в остальные категории. Там бывают задачки даже на программирование, которые похожи на те, которые встречаются на Олимпиадах. Либо там могут встречаться так называемые jailbreak'и. Так называют таски, в которых вам дается какая-то ограниченная вычислительная среда, например, интерпретатор Python'а, с различными ограничениями. И ваша задача — обойти эти ограничения с помощью каких-то хитрых, малоизвестных методов, которые существуют в этом языке программирования. И получить RCE — Remote Code Execution, то есть исполнение кода произвольного. Поэтому вопросы какие-то есть вот потому, что я рассказал? Супер. Тогда давайте начнем. Значит, начнем мы с того вообще, почему именно Python. Я расскажу вам о языке Python, почему мы его используем, почему все его используют. Основной аргумент в том, заключается, что он простой. То есть на нем реально просто взять что-то пым-пым, нафигачить в какую-то небольшую программку, которая будет делать что-то, что вам нужно. За счет чего это получается? Значит, поговорим про историю Python. Началась история где-то в 91-м году. Это очень давно-давно. И первая версия, близкая к той, которая используется сейчас, Python 3, вышла 3 декабря 2008 года. Вот здесь справа есть... Для вас слева? А, да, вы так стоите. Ладно. Прошу меня простить, уже 7 вечера. Здесь релизный цикл Питона. Вот здесь есть различные версии. End of Life — это те, которые уже не поддерживаются. Security — те, в которых различные патчи связаны с безопасностью. Bugfix — это те, в которых фиксятся баги. При релиз — еще не релизнутые. Фичур — те, которые пока только планируются. По этому графику можно видеть, что самая актуальная на текущий момент версия Питона — это 3.11. И 3.12 вот уже прям очень близка к релизу. Это вам для того, чтобы вы так примерно ориентировались в том, какие версии существуют. Вообще, нередко можно встретить какую-то более старую версию. Старые версии отличаются от более новых тем, что, очевидно, в них меньше фич. Причем это ощущается. Вот на этом графике видна популярность языка Питона. Здесь Питон — это вот эта вот голубая змея, которая вот тут вот был небольшой спайк. Потом она опять идет-идет так стабильно. И вот где-то тут начинает нереально расти. И по версии Тиоби в 2023 году Питон — это вообще самый популярный язык. Заявление довольно спорное, потому что не совсем очевидно, как считать популярность. Но то, что он один из самых популярных, это факт. А самый гинемпулярный? Я тебе не скажу. Там существует огромное множество всяких языков, которые использует какой-то один чувак, который типа для себя написал язык, сам его поиспользовал пять минут и забыл о нем. У меня тоже такой есть. Питон — это мультипарадигменный язык. Кому-нибудь это о чем-нибудь говорит? Да? Круто. Я думал, что я это зря вообще вставляю. Вот. Он поддерживает много различных парадигм программирования, в том числе объектно-ориентированное, функциональное, процедурное, структурное, рефлективное, ну и всякие другие. Я не думаю, что на этом стоит сильно останавливаться. Тем, кому это о чем-то говорит, радуйтесь. Тем, кому не говорит, ну, потом осознаете. В принципе, это вообще не очень важно сейчас. Важно то, что питон — интерпретируемый язык. Это один из, ну, не знаю, можно ли назвать это основным плюсом, но это такой довольно весомый плюс в его копилку, почему он используется. Почему интерпретируемость важна для нас? Потому что это означает, что мы можем избавиться от лишнего шага на пути к исполнению программы. Существует два типа языков — компилируемые и интерпретируемые. Вот верхняя диаграммка показывает, как работают компилируемые языки программирования. То есть у вас есть сорсы. Сурс-код — это то, что вы, как программист, написали, там что-то напечатали. Вы эти сорсы даете компилятору. Компилятор их преобразует в машинный код. И вот машинный код уже исполняется на компьютере, на процессоре. Примерами компилируемых языков. Какие? Си. Си, супер. Вы все Си изучаете, да? Да. А вообще, кстати, я забыл спросить в самом начале. Тут все умеют хоть как-то, хоть на чем-то программировать, да? У всех был опыт небольшой. Ну, то есть… Совсем-совсем небольшой. Ну, то есть понятие переменной, там, цикла — с этим знакомы все, да? Супер, это сильно облегчит мне жизнь. Вопрос? Что для вас в расцеплении тренировок? Это вопрос такой, он с подвохом. На нашем уровне хорошо программировать не существует такого понятия. Пожалуй, я здесь для того, чтобы научить вас хорошо программировать. Будет здорово, если вы имеете какое-то базовое представление о том, как работает программа. Типа, что вот компьютер… Есть компьютер, у него есть память, там есть переменные, которые в памяти как-то хранятся. Есть условные выражения, конструкции if, else, есть циклы всякие. Но если нет, я поэтому тоже быстренько пробегусь, чтобы тем, кто забыл напомнить, напомнить. Тем, кто не знал, рассказать. А тем, кто знает, уже, ну, тоже напомнить. Так вот, возвращаясь к этой теме. Про компилируемые языки я рассказал. Интерпретируемые. Вы просто пишете код, скармливаете его программе, которая называется интерпретатор, и интерпретатор уже вот в моменте их выполняет. За счет этого интерпретируемые языки, они как бы обычно на них писать проще, потому что они на уровень выше. То есть компилируемые языки, они все-таки как-то ближе к машине, из-за того, что они преобразуются в машинный код. Интерпретируемые языки обычно полностью абстрагируют различные low-level механизмы компьютера. И Python является интерпретируемым языком. В том числе, это значит, что у нас есть вот такая вот классная штука. Это интерпретатор Python. Как его вызвать? Если у вас Python установлен на компьютере, причем нас интересует Python 3, третья версия Python, как я об этом уже уточнил, вы можете просто в консольке написать Python 3, и у вас появится интерпретатор. В этом интерпретаторе можно исполнять произвольный Python-овский код. В том числе, пользоваться им как калькулятором. Я, например, вообще его использую как калькулятор, потому что, по-моему, он поудобней. Но не суть. Тут можно объявлять переменные, там считать какие-то выражения, писать функции, применять функции, что-то быстренько тестировать. Вот такая удобная штука. Например, если вы не уверены, как работает какой-то Python-овский код, вы можете просто его скопировать вот сюда и посмотреть, что он делает. А не создавать там для него отдельный скрипт, потом его запускать. Ну, минус шаг. Но сплайты обычно все-таки вы будете писать в отдельных файлах, потому что здесь неудобно. Здесь консолька каждый раз перегружает переменные, которые в ней есть каждый раз, когда вы из него выходите, заходите. Давайте я вам немножко покажу, как это работает. Значит, вот здесь у меня есть VS Code. Я пишу в VS Code, в чем вам писать. Мы об этом тоже поговорим. Вот так вот видно. Плохо видно. Вот так вот видно. Python. И вот она у меня эта штука. И здесь, ну, как я уже показывал на слайде, можно что-то писать. Для того, чтобы получить помощь, какую-то базовую справку, можно написать help. Здесь читать довольно тяжело. А, ну, хотя вам, кстати, нормально. Это мне непривычно, потому что у меня супербольшие буквы на экране. Вот. Здесь какая-то такая базовая помощь. Например, написано, как выйти из интерпретатора. Это не VIM. Отсюда выйти можно. Собственно, вот. Ну, и всякие прочие штуки тоже. А, обманули меня. Вот. Вернемся к презентации. Про интерпретируемость понятно. Или есть какие-то вопросы? Может, надо что-то пояснить? Вопросов не слышу. Супер. Погнали дальше. Про типизацию в питоне. Это один из таких довольно hot topic, который многие считают плюсом, также многие считают минусом. Это такой debatable point. Но для нас типизация питона — это очередной плюс, потому что она позволяет писать код более быстро. Вы, большинство из вас писали на C, как я понял. В C каждый раз, когда объявляешь какую-то переменную, надо указывать ее тип. Каждый раз, когда объявляешь какую-то функцию, надо писать, что она возвращает, какие типы данных она там принимает. В питоне это не совсем так. В питоне типизация динамическая. Надо было динамическую типизацию на первый слайд. Давайте так и сделаем. Вот динамик. Динамическая типизация в питоне. Это значит, что типы данных питон сам для вас будет вычислять. То есть он вот пока интерпретирует ваш код, он сам смотрит на переменную и определяет ее тип данных. Например, если вы пишете x равно 10, питон сам понимает, что вы хотите переменную типа int. Если вы напишете там l равно массив, что-то там, он сам поймет, что вы хотите массив. У этого есть плюсы, потому что это быстро, не надо париться по поводу там каких-то конвертаций, не надо париться по поводу того, какого типа объявить переменную там, а потом, когда вы меняете ее значение, поменять этот тип. Но с другой стороны, это может быть неудобно в промышленном коде, потому что это вызывает определенную путаницу. Но у нас с вами не промышленный код, у нас с вами ctf, поэтому супер. Вот это вот прям то, что нам нужно. Строгая типизация. Это еще одна прикольная характеристика питона, потому что она отличает его от многих других интерпретируемых языков. Например, частый такой камень, который кидают в огород интерпретируемых языков, что типа у вас плохая типизация. Почему я могу строку сложить с числом и получить непонятно что? Например, у JavaScript так. Типа наверняка многие из вас видели всякие мемчики про JavaScript, что там типа... Ну, короче, видели. Да-да-да. Там можно строки с числами сравнивать, можно их складывать, можно как-то массивы тоже со строками. Короче, там очень странная типизация. Все это вроде как логично, но с другой стороны, если смотришь на это со стороны, нелогично работает. В питоне же такое будет работать редко. Например, если вы попробуете сложить строку с числом, он вам выкинет ошибку. Выкинет ошибку. Если умножать, здесь немного менее очевидно, он просто продуплетирует строку вашу несколько раз. Ну, к этому мы подойдем чуть позже, про то, как работают типы данных. Что с ними есть. Вот. Ну, в общем, стронг типизация не позволит вам сделать всяких таких каких-то менее очевидных ошибок, типа складывания строки с числом. Да. А динамическая типизация наша удобнее? Ну, вот зависит от того, что ты делаешь. Ну, просто, например, если мы создали тип А, то написали, ну, вот такой тип. Ну. Это ж неудобно вообще. Это не совсем про динамическую типизацию. В общем, что там было? Там был кусок кода, который делает примерно вот это. А равно 1, 2, 3. Б равно А. Б нулевое равно 100. И потом в массивчике А первый элемент тоже поменялся. Не очевидно. Но я вам объясню, почему так происходит чуть позже. Это связано с тем, как устроены объекты в питоне. Ну вот. И возвращаясь к типизации, последний ее плюс, последняя крутая штука, это то, что это дактипизация. Существует такая полушуточная фраза в мире программирования, ну и в целом в мире, что переводится как «если что-то ходит, как утка, и крякает, как утка, то это должна быть утка». Смысл данной фразы в том, что если мы предъявляем какому-то объекту какой-то набор требований, например, этот объект должен ходить и крякать. Нам не важно, что за объект, какая его сущность. Если он умеет ходить и крякать, то мы можем считать, что это утка. То есть, если он удовлетворяет тем требованиям, которые мы к нему предъявили, супер, мы можем с этим объектом работать вот для решения определенной задачи. Немного абстрактно, но вы тянетесь. Дальше. Момент про стандарт и имплементацию. На олимпиадах по программированию, например, часто можно встретить, что у вас есть интерпретатор Python и какой-то PyPy, который вроде тоже Python, но какой-то немного другой. Если вы про это не слышали, то не переживайте, еще когда-нибудь услышите. На CTF-ках тоже иногда встречаются таски на различные имплементации Python. В чем же тут дело? Существует такое понятие, как стандарт. Это, по сути, набор правил, как работает язык. Это очень большой набор правил, но он существует. У C тоже есть стандарт, у C++ тоже есть стандарт. Много у каких языков есть стандарт. Мне кажется, у любого языка должен быть стандарт, который описывает просто набор правил, по которым этот язык работает. А дальше уже существуют различные имплементации этого стандарта. Самой популярной имплементацией Python является cPython. Это имплементация, написанная на c. И если вы устанавливаете Python, то, скорее всего, вы устанавливаете именно cPython. Именно вот эту версию. Существуют различные другие имплементации. PyPy — это имплементация Python. По-моему, она написана на Python. Но я могу ошибаться. Есть jiton — это имплементация, написанная на java. Они все имеют какие-то свои особенности. Мы с вами в этом курсе будем говорить конкретно про cPython. Если вы будете пользоваться какой-то другой имплементацией, можно иметь в виду, нужно иметь в виду, что она может немного отличаться. Например, у cPython есть такое понятие, как jill — global interpreter log, благодаря которой при работе с многопоточными приложениями существуют там свои приколы. Вот конкретно в этой имплементации Python. Да. Все-таки имплементация — это что? Понятно, что они бывают разные. А это чем? Имплементация — это вот, по сути, ну, сама программа. То есть для того, чтобы Python — интерпретируемый язык, тебе, чтобы его исполнять, нужен интерпретатор. Сам интерпретатор надо написать. То есть это тоже какая-то программка. Да, это вот, по сути, варианты интерпретатора, которые разные чуваки написали. Зачем они их писали? Я не знаю. Меня обычно Python устраивает. Ну, cPython, который. Возможно, у кого-то к нему были какие-то претензии, или там кто-то решил себе челлендж поставить, написал другую интерпретацию. Вот. Имплементацию. Ну, в общем, их существует несколько, причем довольно много. Вот. И, ну, скорее всего, первое время вам не придется заморачиваться, просто, ну, держите это у себя в голове, запомните, что бывают такие штуки разные. Внешний вид кода. Видно или нет вообще? Видно, супер. Вот так вот выглядит код. Из таких явных особенностей, особенно для тех, кто программировал МАСИ, нету фигурных скобочек. И все блоки друг от друга отличаются табуляцией, байтспейсом. То есть, вот у меня функция с помощью деф определена, и ее тело отличается от всей остальной программы тем, что оно на 4 пробела вправо отведено. С какой-то стороны это не очень удобно, потому что может быть неочевидно, что вот тут у вас 4 пробела, тут 3, и из-за этого питон весь вообще ломается, начинает вас материть, кидает ошибки. С другой стороны, мне кажется, что такой код выглядит немного более элегантно, и его попроще читать. Ну, тоже вкусовщина. Ну, вот такой вот он питон. Справа, слева. Слева для меня, справа для вас. То, как заполнять, исполнять питоновские программы. В консольке пишите питон 3, чтобы вызвать интерпретатор, и дальше через пробел название файла, в котором ваша программа лежит, программа исполняется. Программа исполняется сверху вниз. То есть, вон, я объявил функцию, написал, что эта функция делает, и дальше пишу цикл, цикл исполняется. Это простенькая программка для вычисления чисел Fibonacci. Точно не самая эффективная, которую можно написать, но она работает. Вот. Это очень важный слайд. Я не знаю, вам видно, что там написано, нет? Особенно с последних рядов. Вот с последних рядов, мне кажется, вообще плохо. В общем, это Zen of Python. Его написал Тим Петерс, как там написано. Это какой-то крутой чувак-программист. Я про него специально читал на Википедии до начала лекции, но я уже все забыл. Вот. И Zen of Python, по сути, это набор каких-то идиом, это идеология питона. То есть, набор правил, которым он старается соответствовать. Давайте быстренько пробежимся по ним, чтобы вы получше прочувствовали этот язык, о чем он вообще. Значит, первое. Beautiful is better than ugly. Красивое лучше, чем некрасивое. Справедливо. Супер. Explicit is better than implicit. Явное лучше неявного. Simple is better than complex. Простое лучше сложного. Комплекс is better than complicated. Сложное лучше усложненного. Такое немного очевидное, но здесь суть в том, что какое-то сложное действие проще, чем что-то… Сложное действие с технической стороны лучше, чем сложное действие с точки зрения понимания. Не совсем понятно, что это значит. Ладно, идем дальше. Мы не паримся и перекладываем ответственность на интерпретацию. Ну, можно и так это воспринять, да. Здесь, на самом деле, мне кажется, это относится к тому, что если есть возможность использовать какую-то функцию встроенную, то лучше сделать это, то есть использовать функцию, чем писать ее сначала. Потому что вот то, что вы напишете, это будет как раз complicated. Может, это будет несложный код, но его будет много, и его надо будет просчитать, вникнуть в то, что происходит. Когда кто-то читает ваш код и видит в нем использование встроенной функции, он сразу понимает, что происходит. Возможно, это будет комплекс, но это не будет complicated, потому что он видит, что написано, и сразу понимает. Flat is better than nested. Плоское лучше, чем настроенное, что ли. Ну, то есть здесь это именно о том, что лучше не стоит, короче, писать очень сильно вложенный код. Когда там у вас 10 ифов один в другом, потом там еще каждый второй иф какой-то цикл, и в итоге получается у вас такая пирамидка из динтитаций. Это очень сложно читается вообще на любом языке программирования, в том числе и на питоне. Sparse is better than dance. Разреженное лучше, чем плотное. Ну, тоже, вроде понятно, о чем это. Идем дальше. Readability counts. Важно, чтобы код был читаемый. Тоже понятно. Special cases aren't special enough to break the rules. Специальные кейсы недостаточно специальные. Особые случаи недостаточно особые, чтобы ломать правила. Однако дальше. Although practicality beats purity. Однако практичность лучше, чем идеальность. Лучше, чтобы ваша программа работала, но была какой-то там грязной, не идеальной, чем чтобы она была идеальной, но не работала. Если вы стараетесь, там, пыхтите, сидите, пишите какой-то идеальный код, но он не работает спустя пять часов, а вы могли что-то написать за час, что делало бы то же самое, может, оно было бы не так красиво, но оно бы работало и решало вашу задачу. Лучше бы вы написали это за час. Errors should never pass silently. Никогда не стоит умалчивать об ошибках. Это тоже клевая штука. Про ошибки в питоне мы поговорим отдельно, там будет слайдик, что эта фраза говорит о том, что... У-у-у, какая штука. Сейчас, куда нажимать? Сюда? Ух ты, клево. Во. Errors should never pass silently. Вот. Короче, если произошла какая-то ошибка, не стоит об этом умалчивать, не стоит как-то там под капотом пытаться ее исправить. Ошибка — это значит, что программа работает некорректно. Если программа работает некорректно, об этом стоит сообщить, а не пытаться это как-то там исправить, и чтобы все думали, что все хорошо. Unless explicitly silent. Silenced. Все, у меня английский отключился в 8 вечера. Ошибки никогда не должны заминаться, кроме тех случаев, когда это сделано explicitly, то есть явно. То есть если вы явно заставили ошибку молчать, то ладно, пусть молчит, вы сами виноваты. In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. Если вы встречаете какую-то неопределенность, не стоит гадать. Лучше разобраться в том, что происходит, чтобы быть на 100% уверенным, что ваша программа работает так, как вы этого ожидаете. There should be one, and preferably only one obvious way to do it. Должен существовать один, и, скорее всего, в лучшем случае только один способ сделать что-либо, вообще вне зависимости от того, что. Although that way may not be obvious at first, unless you're Dutch. Это, видимо, какая-то шутка. Возможно, этот путь может быть не очевидным сразу, если вы из Дании. Кто-нибудь понял, почему это? Причем тут Дания вообще. Голландия. Даня, это голландия. Дач? Возможно. Возможно. Голландия в смысле Нидерланды, да? Да. Да. Даня. Я не знаю. Это Даня. Дэнниш, по-моему. Денмарк. Да, да, по-моему, Дэнниш. Ну, короче, неважно. Это к питону не относится. Поехали дальше. Now is better than never. Это тоже вот к тому о том, что лучше что-то написать, чем не написать. Сейчас лучше, чем никогда. Although never is often better than right now. Несмотря на то, что сейчас лучше, чем никогда, в большинстве случаев никогда лучше, чем прямо сейчас. Потому что вот прямо сейчас вы, скорее всего, сделаете какую-то фигню. Надо, ну, немного подумать перед тем, как что-то делать. Если имплементация, если имплементацию тяжело объяснить, это плохая идея. Если ваш код тяжело объяснить, это плохая идея. Если ваш код легко объяснить, это может быть хорошей идеей написать такой код. А может быть и нет. Возможно, стоит еще немного подумать и сделать что-то еще более хорошее. И последнее правило из Xenopitona. Namespaces are one honking great idea. Let's do more of those. А? Import this. Мне не хочет. Смотри, смотри. Вот я в интерпретаторе Python import this. И вот оно выводится. Ну, это да, это в интерпретаторе Python надо. Эта штука встроена в сам интерпретатор. Кстати, в интерпретаторе Python есть еще несколько прикольных штук. Таких, как бы, эстер-эгов, пасхалок, которые можно поисследовать. Но сейчас мы с вами этого делать не будем. Ну, собственно, вот. Про такие, как бы, основные идеи Python, про его идеологию, что это за язык, я вам рассказал. Давайте поговорим о том, как его вообще установить. Вам для того, чтобы им пользоваться, надо его сначала установить. Тут есть гайдики для трех операционных систем. Что вы для винды заходите на сайт Python и качаете его оттуда. Для Linux можно скачать через пакетный менеджер вот эти вот пакеты. И для macOS, ну, тоже через пакетный менеджер устанавливаете Python и Python 3.piv. Подожди, ты забегаешь вперед. Ну, да, по-моему, если вы на винде качаете Python, он приходит с таким, как бы, небольшой средой разработки, что ли, Python идол, в ней очень тяжело что-то писать, но какие-то просенькие программки можно. Но это не очень удобно. Следующий слайд про то, в чем писать код. Давайте здесь еще небольшой, маленький комментарий. Вот тут, к сожалению, этот текст не видно, потому что он, ну, прям очень мелкий. Тут написано, что если у вас что-то не получается, вы можете попробовать погуглить. Это вообще очень важный навык для CTF-ера, ну, и вообще для любого специалиста – гуглить. Потому что, скорее всего, вы не первый, кто сталкиваетесь с какой-то проблемой. Ну, погуглите, зайдите в интернет. Или, ну, не в интернет, а там в какой-нибудь чатик, но будьте готовы, что в чатике вас тоже направят в интернет, потому что не у всех есть время вот прямо сейчас, в реальном времени, оказывать вам помощь. А в интернете вы, скорее всего, всегда сможете найти ответ на ваш вопрос и какой-то метод или инструмент, который пофиксит вашу проблему. Ну, можете и к другу пойти, если не боитесь, что он вас пошлет. Он может вас послать. Я иногда посылаю. Собственно, вот, как скачать питон? Где писать код? Тоже такой горячий вопрос. Мне, например, когда я пытаюсь изучать новый язык, мне хочется, чтобы вот прям все у меня было идеально. У меня стояла лучшая среда для разработки, вот конкретно, для этого языка, чтобы у меня там все самые хайповые тузы были, крутой компилятор, чтобы я там на кнопочку нажимал, у меня сразу все подсвечивалось, все собиралось, запускался дебаггер, вот, короче, чтобы все круто было. Не стоит так делать, это такой перфекционизм, который вредит. Где писать код питона? Лично я пишу в VS Code, как я вам уже показал. VS Code мне нравится тем, что это не какая-то универсальная среда разработки, а, ну, это просто, по сути, текстовый редактор, который вы наполняете различными расширениями, чтобы заставлять его работать со всякими различными языками. Там можно работать с питоном, там можно работать с C. Да, да, вот вообще на любом. Можно с JavaScript, можно с Java, можно с C Sharp, можно там Haskell, Bash, Go, Raz, вообще что угодно, что вам в голову придет. Скорее всего, существует какой-то сумасшедший человек, который для этого написал плаггер под VS Code. И вы можете его себе установить, и у вас будет красивая подсветочка, возможно, там даже автодополнение. Для питона это точно все есть, и это очень крутое. Существует также PyCharm. Это полноценная среда разработки конкретно для питона. То есть там очень много всяких инструментов, которые позволяют удобно и быстро писать код именно на питоне. Мне PyCharm не очень нравится, во-первых, тем, что он не универсальный. В CTF, да и вообще в информационной безопасности, да и вообще в программировании. Вам, скорее всего, придется работать больше, чем с одним языком программирования. И вот тогда PyCharm становится уже не очень удобный. Насколько мне известно, я сам в нем вообще не программировал. Но мне кажется, если там у вас проект половина на питоне, половина на C++, то вот вы на питоне прям летите со скоростью света, на C++ как-то не очень удобно. Можно установить какой-нибудь отдельный редактор кода, но тогда тоже неудобно между редакторами постоянно переключаться. Короче, я предпочитаю VS Code, но PyCharm тоже полностью валидная опция. И на самом деле вот это все, это тоже вполне валидная опция. Здесь куча всяких других редакторов, существует много различных. Если вы найдете что-то, в чем вам удобно писать, то, пожалуйста, пишите в этом. Никаких проблем. Главное, чтобы вы понимали инструмент, с которым вы работаете, и чтобы вы работали с инструментом, а не инструмент работал с вами. Вот это, кстати, тоже один поинт, почему я иногда хейчу PyCharm, потому что чуваки, которые в нем пишут, не особо разбираются вообще в том, что происходит. Они типа на кнопочку нажимают, и PyCharm все делает за них. А что там происходит, они не очень понимают. А это не очень хорошо, когда вы не понимаете, что происходит. Ну и вот там тоже внизу штука про Google есть. Если у вас не получится что-то из этого скачать, то можете погуглить. Дальше у меня секция про то, как программировать на питоне. Скажите, есть ли среди вас те, кому надо, кому хочется вот сейчас взять, установить себе питон, установить себе VS Code, чтобы как-то пытаться за мной повторять и экспериментировать со всякими штуками? Есть такие. Ну просто я… Ну давайте, давайте. Значит так, нужен ли небольшой перерыв для того, чтобы установить себе питон и IDE? Если ты хочешь прямо сейчас установить, то да. Но вообще для занятий ноутбук не обязательно, это скорее так. Это формат лекции. Если вы хотите просто повторять за мной, что я делаю, или там что-то свое попробовать, то с ноутбуком будет удобней. Да, в целом нормально. Я тут для того, чтобы вам информацию преподносить, у нас с вами там не семинар, не практику, а все-таки это скорее лекция. Ну потому что ты скачал PyCharm, и у тебя все работает. По-моему, PyCharm даже питон сам устанавливает тебе. То есть ты его открываешь, вот у тебя питоновский файл, ты нажимаешь на кнопочку «бежать», он бежит. Ты можешь даже не знать про существование интерпретатора. Ты можешь не знать о том, как это все работает под PyCharm, то есть в реальности. Ты не знаешь про менеджер пакетов. По-моему, у PyCharm тоже пакеты тебе питоновский сам ставит. В библиотеке? Ну да, библиотеке. В чьих диплент, а у всем надо дают. А я не знаю, по-моему, у PyCharm есть что-то, что автоматически это ставит. Нет, PyCharm, который ты даешь в твоей пиду, да, он ставит начальные метки в библиотеке, прям в папочке. Ну вот да, да. Основные библиотеки типа «майки», 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 «плэка», он ставит через PyCharm. А он тебе показывает, что он тебе это через PyCharm делает? Да. А, ну ладно. Ну, короче… Ага. Ага. Ну вот. Ну, значит, он чуть лучше, чем я ожидал, но, короче, все равно он много всего делает сам за тебя, позиционируя это как «я сделаю твою жизнь лучше, сделаю твою жизнь удобней». С какой-то точки зрения, да, но начинать с такого не всегда хорошая идея, потому что вы можете, ну, не понимать, что происходит. Вес-код в этом плане мне нравится больше, потому что в вес-коде по умолчанию ничего не будет работать. Вам придется самим настроить там. Придется код, когда под C настаиваешь. Ты же там, ты в вес-коде на C кодишь? Да. Вот. А ты ему, получается, через вот этот терминал, да, запускаешь код точка C? Ну, код пробел C. Ой, в смысле… В большинстве случаев, да. В большинстве случаев, да. Ну, через этот терминал, код пробел C. Ой, код пробел точка, да, запускаешь? А, нет. А, нет. Сейчас, погоди, вопрос, да? А у меня просто компилятор, он не работает, если я его открываю, просто выискод. То есть надо через белый терминал прописать код пробел точкой, через вот так пропустить, и он будет компилирован. А у тебя Windows, да? У меня Windows. Ну да, на Windows там есть приколы. У меня просто, смотри, какая штука стоит. У меня… Ну, это питомцы. У меня, вот если я пишу в терминале, он говорит, что это Linux. Существует такая тема, как Windows Subsystem for Linux VSL. Кстати, удобная штука, если у вас винда, поставьте себе, сильно упрощает жизнь девелопера. Это как бы Linux, ядро Linux, интегрированное в Windows. И у вас вот будет как будто бы две системки рядом. Там два есть, либо GNU вот этот использовать, либо другой, который компилятор, типа какой-то виндовый. Да-да. Через Visual Studio Install поверх ставится, пакет какой-то, и потом он уже, типа, может собирать. Ну, короче, я полностью абстрагировался от винды, и когда я пишу код, я вот полностью в линуксовом окружении, благодаря VSL. Что объективно лучше, использовать VSL или капельную машину? Очень субъективно. Мне VSL больше нравится, но зависит от тебя. Попробуй то и то, реши, что лучше, да. То есть надо скачать, что фага есть? Нет, не обязательно. Если ты скачаешь питон для Windows, он также можно будет из обычной виндовой консоли написать питон 3, и оно будет работать, да. Вопрос уже повторял, потому что мы все, наверное, ставим. Ну, а если бы мы сейчас не занимались питоном, зачем? Ну, просто вы сказали, типа, есть время поставить, а можно не ставить? Если не ставить, то я пойду дальше и начну рассказывать про то, как программировать на питоне. То есть вот у меня следующий слайд, вот такой вот, вот так вот он выглядит. Здесь всякие основы. Запись лекции будет. Запись лекции будет. Да. Лучше надо. Да, давайте я покажу весь код. Здесь у нормальных людей есть вот такая вот вкладочка с расширениями. Я ее спрятал, потому что я ненормальный. Здесь можно искать расширения, собственно. Вот те, о которых я говорил, которые позволяют работать с любым языком. Для питона... Вот, есть основное расширение питон. Его ставите, и у вас уже существует какая-то там подсветочка. Вот. Что, может, еще кто-нибудь о чем-нибудь хочет поговорить? У нас пара минут еще есть. Лучше сказать, открытие нам визуал-кудро. Водельный, два. Водельный, а вот... Вопрос, да. Какие книги? Я не знаю. Да. Вы говорили про турниры по типу сестерских. Да. Прямо вот хоть на выходы можно найти. Да. Вот прям с нуля, наверное, тебе будет тяжело. Ты там... Ну, как вообще выглядят CTF-ки, соревнования? У тебя есть несколько тасков. Ты выбираешь какой-то таск, нажимаешь на него, у тебя там описание, что надо сделать, какие входные данные, и ты в них ищешь флаг. Соответственно, обычно на CTF, как там, ну, штук 30 тасков разной сложности. И обычно вот для прям самых-самых новичков что-то да найдется. Там один-два таска. Но вот прям с нуля, если вы сюда пришли с зеленой, наверное, поначалу вам будет тяжело. И это очень грустно. Потому что обычно вот именно на этом моменте большинство горящих чуваков отсеиваются. И мы здесь, на самом деле, для того, чтобы вот этот ваш этап начинающих прошел как можно быстрее, чтобы вы как можно быстрее смогли решать, ну, там, хотя бы треть всех тасков иметь возможность. Я думаю, что этот этап у тебя будет примерно при выполнении, ну, при добросовестном получении. Тоже тяжело ответить. Ну, я думаю, за полгода точно управимся. Так, ладно. Предлагаю двигаться дальше. Если кто-то еще не успел установить, то, ну, в принципе, ничего страшного. Здесь ничего не рассчитывалось по то, что вы обязательно прям будете за мной следовать. Просто слушайте, о чем я говорю, о чем я рассказываю. Потом, если захотите что-то попробовать сами. Там в конце зала вопрос или ты просто разминаешься? Окей, окей. Ну, короче, ничего страшного, если вот вы прям сейчас, прям в амете, за мной не сможете следовать. Будет запись. Ну, и потом, в конце концов, лучше всего изучать на практике, на первой стефке. Откройте какой-то таск, подумайте, что вот мне надо вот это запрыгать на питоне. А как мне это запрыгать? Пойдете в Google, найдете ответ на свой вопрос, ну, и таким образом будете учить питон. Это то, как я его учил. Я никакие курсы не проходил, я просто смотрел, что вот типа надо сделать мне эту штуку. Иду в Google, смотрю, как сделать эту штуку. И вот так вот запоминал потихонечку. Ну, короче, вот. Начнем с типов данных. В питоне есть огромное множество различных типов данных. Наверное, вот я их все, почти все сюда выписал в левую колоночку. Давайте, ну, хотя бы примерно пробежимся по тому, что это такое. Значит, первый тип данных — это bool. Bool представляется всего двумя значениями. Это либо true, либо false. Либо правда, либо неправда. С ними можно совершать различные действия. True или false. True. Кстати, клевый момент. Вот все эти операторы, которые во всяких других языках программирования представляются какими-то непонятными символами, там, палка, амперсант. Что там еще есть? Восклицательный знак, not. В питоне они пишутся реальными словами. То есть not true — это false. Not false — это true. False and true — false и true. Это false. Ну, это типа дефолтная дискретная математика. Я думаю, все, кто сюда поступал в ЕГЭ сдавали, должны в этом разбираться. Хоть, ну, там, примерно чуть-чуть. Что такое false true? Интересный момент. True плюс true — это два. Потому что это один из немногих моментов, когда строгая типизация не работает. И вот здесь питон, когда пытается какие-то арифметические операции с булевыми, с булевым типом данных провести, он автоматически кастует. True к единичке, false к нолику. Также давайте… А? False плюс false. Да, это будет ноль, потому что ноль плюс ноль ноль. Давайте еще, пока мы здесь, поговорим про отличие and и вот такой вот палочки. На самом деле можно писать и через палочку, и через имперсандик. А, нет, нет, а нет, я просто кавычку лишнюю поставил. Вот. В чем отличие? Отличие довольно тонкое и, возможно, не сразу понятное. Значит, вот это — это побитовая i, которая побитого сделает i от двух штук. Давайте на примере чисел разберем. Следующий вид данных, о котором мы говорим, это int. Вот поговорим о нем. Значит, int — это обычные числа. Их можно складывать, их можно вычитать друг из друга. Они бывают отрицательными. Их можно умножать. Их там можно делить друг на друга. Причем прикольный момент, что если вы просто поделите, вы получите 1 четвертую. Если вы хотите поделить с… как это правильно? Нацело, нацело, целочисленное деление — это две палки. Если вы хотите остаток, это процент, как в любом нормальном языке программирования. Так вот, что такое i, побитовая i? Пятерка — это 1, 0, 1. Тройка — это 0, 1, 1 в битовом представлении. И когда вы делаете вот такую штуку, у вас они побитого… Применяется побитовый оператор i. Ну, вообще, есть… Все понимают, что такое побитовая операция, да? Не надо объяснять. Супер, а то я тут стараюсь. Ну и вот это — это тоже побитовая или. А or и and — это просто операторы булевые. То есть 5 and 3 — это 3. Почему, не спрашивайте меня. Главное то, что это правда. Непонятно, да? Ну смотри. Вот это, кстати, это тоже 5. Прикольная штука в питоне, что 0b можно написать и дальше в битовом представлении, какое-то чиселка. Оно интерпретируется как чиселка. 0x — это какое-то хексовое представление. Да. b — это от binary, x — от hexadecimal. И еще можно o — от что-то там octagonal, octary. Не знаю. Ну, короче, от oct. Oct — это типа восьмеричная. И вот это восьмеричная система счисления. Удобные штуки в различных контекстах. Ну, короче, вот. Если вы пишете 5 и 3, он вот так вот по битову проходится и берет тот битик, который включен во всех. Если вы сделаете или... Ой, это один... Прошу прощения. Вот. Если вы сделаете вот так, это по битову или. Получается 7. То есть 0b11y. Вот так вот. Это такие детали бинарных штук, про которые, наверное, вам сейчас не обязательно знать. Вам про это расскажут на программировании, на дискретной математике. Но это так, для общего развития. Чиселки можно ксорить. Побитовая или... Взаимоисключающая... Нет, не побит... Взаимоисключающая или. Что это такое? Если не знаете, тоже потом узнаете. В принципе, не критично. Ксора — это вот такой вот оператор. 5 ксор — 3. Шестерочка, например, получается. Можно инвертировать биты. Если инвертировать биты в пятерке, получится минус 6. Почему? Ну, к сожалению, я вам не расскажу. Потому что я не помню, как там числа представляются в памяти компьютера. Там как-то есть, короче, битик, который отвечает за отрицательность. Как-то оно работает там. Я вот сейчас сходу так об этом не расскажу. Что еще с числами можно делать? Числа можно... А, ну, в принципе, все. В принципе, все. Давайте я еще расскажу вам про такую штуку, как конструкторы различных типов данных. Если вы напишите название типа данных, а после этого скобочки, вы получите дефолтное значение для этого типа данных. Для числа дефолтное значение — это 0. Для булевого типа данных дефолтное значение — это false. Ну, по сути, тоже 0. Также с помощью этих штук можно конвертировать одни типы данных в другие. Например, int от true получится единица. Бул от... Вот тысячи будет true. Как происходят эти переходы? Но это надо чувствовать. Не, на самом деле там есть какой-то набор правил. Но... Возможно. Не, по-моему, в питоне это... Не знаю, как это внутри работает. Мне кажется, это все-таки различные типы данных встроенные. Вот есть бул, есть int, ну и, короче, всякие другие. Это вот прям такие low-level типы данных, на которых строится все остальное. Дальше. В одной строчке синтом... У меня есть такая указатель... Указалка, указывалка в клевое. В одной строчке синтом идет float и комплекс. Значит, что такое? Float — это число с плавающей точкой. 1, 2, 3 с точкой. Их тоже можно там складывать. Кстати, они не точные, потому что в компьютере нельзя максимально точно предоставить... Предоставить... Представить число с бесконечной точностью. Вот. Так просто вот... Ну, компьютер — дискретное пространство, а вещественные числа не дискретны. Поэтому они будут с какой-то там долей неточности представляться. Это надо просто принять. Ну и со float'ами можно выполнять все то же самое, что с обычными int'ами. То есть складывать, делить, умножать, вычитать. А, кстати, штука, которую я не показал. Оператору возведения в степень. Можно 5 возвести в степень 2 вот таким вот образом. То есть это не какая-то... Не надо использовать какую-то встроенную функцию. Это делается, ну, вот просто, ну, вот так вот. Ой. И еще клевая штука, про которую я забыл сказать. Это то, что питон поддерживает длинную арифметику. Это значит, что обычные целые... Спасибо. Что обычные целые числа могут быть практически какой угодно длины. Например, давайте возведем 5 в степень 100. Получаем вот такое вот число. Давайте в степень 1000. Вот такое вот число. 10 000. Ладно, все. Вот тут он умер. Потому что там есть какой-то лимит. Но, короче, он очень огромный. Это не си, где вы ограничены 2 в 32. Вот ваш си так может? Может, может, не? Не, не может. А вот питон может. Ну, короче, вот. Это тоже довольно удобно, когда вот там надо что-то большое посчитать. В криптографии это очень часто используется, потому что в крипте обычно число... Речь идет об очень больших числах. И вот такое удобство питона, что можно с ними прямо вот из коробки работать. А там перейдите работать. Ну, как стройки, реально, кучи. Просто на бюджет. Си может быть сочиня. Можно, можно. Можно написать длинную арифметику. По-моему, на небольших числах точный лимит не скажу. Ну, вот примерно так же. 2.32, 2.64. Это работает как обычная арифметика. А вот если вы заходите куда-то дальше, то питон переключается на другую внутреннюю структуру данных, которая уже поддерживает работу с длинной арифметикой, но, соответственно, она менее эффективна. Потому что там уже вот нечистые байты, а какая-то логика более сложная при сложении, вычитании, потому что там перенос всяких. Ну, короче, не важно. Питон работает. Все. Это то, что все, что вам надо знать сейчас. Питон так умеет. Как он это делает, не важно. Вот важно, что он умеет. Что там дальше? Комплекс. Комплекс. Клевая штука еще, которую вы не найдете в своих сишках. Это то, что питон умеет работать с комплексными числами. Молодцы, ребят. Чтобы получить комплексное число, надо написать... Ладно. А, вот так. Во, 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 во. Вот так вспомнил. На самом деле, этим почти никто не пользуется, но типа штука прикольная. Если вам когда-нибудь понадобится, вы можете показать, что вот я так умею, я программист на питоне. Вот это комплексное число. Ну и, собственно, с ними тоже все то же самое работает. Вы можете их там умножать одно на другое, складывать, вычитать. Ой. Ну и, короче, вот. Существует такой механизм. Что еще? Да, по-моему, все. Про числа мы закончили. Давайте поговорим про строки. Строка в питоне — это просто набор каких-то символов. Причем строка может состоять из любых символов. Это не обязательно должны быть ASCII, как в C или в C++ или в любом другом, ну, во многих других языках программирования. То есть, например, можно создать строчку из русских букв. Можно создать строчку из emoji. Можно создать строчку... Как это тут появилось? Вот такую строчку можно создать. Я, правда, не знаю, откуда это. Ну, короче, вот. Боф, уаф, роб. Видимо, я что-то читал про пыла. Ну вот, вот так вот питон может. Ваш C так может? Нет, не может. Собственно, вот. Индексация работает так же, как в любом другом нормальном языке программирования. Если вы из строки попросите нулевой символ, он вам вернет нулевой. Если попросите пятый, он вернет пятый. Если там какой-нибудь третий, он вернет третий. Важный момент, что в питоне не существует такого понятия, как символ. Ну, то есть, во многих языках программирования есть четкое разделение, что вот этот символ, тип данных, численный от 0 до 256, или там от минус 127 до 128. А вот это строка, массив символов. В питоне символов не существует. Символ в питоне — это строка длины 1. Есть различные функции, которые позволяют преобразовывать символы в числа числа символа. Например, орд от какого-то символа вернет его номер в таблице ASCII. Если вы сюда передадите строку длиннее, чем 1, вам вывалится ошибка. И еще один такой момент, что строчки можно задавать одинарными кавычками. Я задаю обычно одинарными, потому что это проще, не надо нажимать на shift. Можно, если вы сильно хотите, через двойные задавать. Вот так вот. Также строчки можно задавать в тройных кавычках. Это тоже валидная строчка. Когда вы задаете строчку в тройных кавычках, она становится многострочной. То есть вы можете написать ее на нескольких строках, ну и это будет проще читаться. Ой. Вот такая вот строчка у меня получилась. Slash n — это перенос строки. Еще такой полезный для понимания момент, что строки в питоне неизменяемые. То есть вот так вот вы, к сожалению, не сможете сделать. Строчки не поддерживают item assignment, не поддерживают присвоение, присвоение айтемов. Если вы хотите изменить какой-то один символ в строке, вы можете это сделать разными способами. Например, предкастовать строчку к листу. Спойлер, забегаем чуть вперед. Есть такой тип данных, как лист. Это, по сути, список. Лист от A будет выглядеть вот так вот. И можно сделать вот такую хитрую вообще конструкцию. А, нет, ладно, нельзя. B равно лист от A. B первое равно C. И дальше равно A join B. Что делает? Join просто соединяет строчку. И вот вы заменили символ. Типа, ну да, ну такой костыль не очень удобно, но вот так вот питон работает. Со строчками вопросы какие-нибудь остались? Вот что это такое? Понятно, такое базовое понимание есть? Супер, погнали дальше. А, вопрос у тебя был? Нет. А, хорошо. Дальше. Есть два типа данных. Bytes и bytearray. Это тоже с какой-то точки зрения строчки, но с другой стороны не совсем. Задаются они так же, как строчки. Вот только надо написать перед скобочками B. Вот вот эта фигня — это тип данных байты. Разница в том, что в байтах один символ — это строго один байт. То есть вот здесь вот вы уже не сможете китайские иероглифы напихать. Или там какие-нибудь эмоджи с сердечками. Байты — это строго байты. Ну, как следует из названия. Это может быть удобно, может быть неудобно. Удобно — это когда вы инфобезник, работаете с чем-то низкоуровневым. И вам просто удобней использовать переменную так, как она представляется в компьютере. Также это может быть удобно, когда вы работаете с различными кодировками. Потому что вот эти вот иероглифы китайские, они могут по-разному кодироваться в различных кодировках. А байты? Один символ — это 8 бит? Один байт — это 8 бит. Вот это зависит от кодировки, в которой этот символ представлен. Может быть не 8 бит, может быть там 16. — В UTF-8? 8, да. В Unicode неограниченное вообще количество. Там существует UTF-16, там 16. Короче, различные кодировки. Строчки в питоне по умолчанию в кодировке Unicode. И поэтому они такие крутые, хайповые, модные. А вот байты, они, по-моему, это азки. Не знаю, не уверен. Ну, короче, вот. Байты можно задавать вот так. Байты также можно писать slash x. И вот сюда вот значение байта, потом и slash x, еще одно значение байта. Slash x, еще одно значение байта. Slash x, там, не знаю, еще одно значение байта. Вот. И при этом питон, печатаемые символы, читаемые, он в байтах, когда показывают байты, автоматически переводят в те самые печатаемые символы. То есть вот 64 в хексах — это D. 45 в хексах — это E. А вот эти символы, их нельзя перевести во что-то читаемое по таблице азки. И поэтому они просто отображаются вот так вот. Прикол байтов в том, один из приколов в том, что они как строчки, они не модифицируемые. То есть в байтах вы не можете какой-то item-у символу присвоить определенное значение. Для этого существует байт-арей. Байт-арей, его явно нельзя создать. Его можно создать из какой-то строчки. Либо из байтов. А, не, ладно, из строчки нельзя. Вот. Его можно создать из байтов. И он вот как раз удобен тем, что в байт-арее вы можете спокойно присваивать числа. Вот. Ну и когда вы присваиваете какое-то число какому-то item-у элементу, item-байт становится вот тем самым числом. это в некоторых случаях удобно. Как вы себя ощущаете? Вот на самом деле… На самом деле, да. И давайте я до вас донесу вот эту мысль, пока не забыл. Что я вам здесь это рассказываю не для того, чтобы вы это запомнили, и… Я здесь вам рассказываю о том, чтобы вы примерно понимали, на что способен питон. То есть, что там есть какая-то структурка данных, которых можно как-то там байтики туда-сюда двигать. Что там, типа, есть какие-то комплексные, 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 комплексные числа, которые можно как-то с ними работать. Как конкретно работать? Вы легко загуглите. Проблема не в том, чтобы знать, как что-то делается, а знать, что это можно сделать. Вот я вам сейчас показываю, что можно делать. Как это делать, вы потом будете сами гуглить, приспосабливаться, вот когда вам понадобится это сделать. А зачем байт используется, когда байт и рейм как-то более такой проблемный? Ну, во-первых, ты как программист, как программист, иногда можешь хотеть специально, искусственно сделать свой интерфейс меньше. То есть, то, что можно сделать с типом данных, набор функций, которые с ним можно вызвать, меньше просто, чтобы показать, что тебе вот этот функционал не нужен. Это такая как бы идея есть. Ну, а потом байт-арей, он, насколько мне известно, менее эффективно работает, чем байтс. Вот, погнали дальше. Что у меня тут есть? Туплы и листы. Значит, тупол задается скобочками. В нем вы кладете вообще какие хотите элементы через запятую, и у вас будет вот такой как бы набор. На русский тупол переводится как кортеж. Насколько мне известно, так никто не говорит, все его туплами называют. Не, называют туплами. Называют? Да, называют туплами. Бешеные люди. Ну, вот. Зачем он используется? Для того, когда вам надо как-то логически объединить какое-то количество данных. Вот так вот сжать в одно целое, использовать их как одно целое. Например, если вы какую-то игру пишете, и вам-то надо хранить координаты персонажа, можно координату по иксу и по игреку запихнуть в тупол и хранить их как тупол. Если вам так хочется, если вам так удобнее. Важно понимать, что туплы немодифицируемые. То есть в туплах вы не можете добавить элемент, вы не можете убрать элемент, вы не можете присвоить какому-то элементу. Хотя нет, присвоить, кажется, можете. Ну, короче, не можете туда-сюда добавлять, убирать различные элементы. Для этого существует лист. Это как тупол, только модифицируемый. Вот в лист вы можете напихать новых элементов. Давайте я вам это покажу. А равно. Вот так вот задается лист квадратными скобочками. Один, два, кек, фоллс. В лист можно пихнуть другой лист. Можно пихнуть там тупол. 9, 0. Ну, достаточно. Вот у нас вот такой вот лист. Ну, вот это как байтс и байтаррей. Ну, да, он, во-первых, чуть поэффективнее, потому что ты сразу выделяешь всю память, которая тебе нужна. И говоришь, что не будешь больше ее модифицировать. А во-вторых, ну, это ограничивает интерфейс. Если тебе надо показать, что вот с этой переменной ее не надо изменять, то логично использовать тупол. Вот. Ну, и это как такая более легковесная штука. И из туплов, и из листов можно с помощью индексации, так же, как и строк, получать какие-то значения. Здесь ничего сверхъестественного нет. Давайте. Вот отсюда тоже можно второй получить. Давайте, пока мы на списках, а это, мне кажется, самый правильный момент показать это, я вам расскажу про такое понятие, как слайсинг в питоне. Значит, вот возьмем наш список A. Вот такой вот он. Допустим, мы хотим получить элементы со первого индекса по четвертый. Это делается вот так вот. И нам вернутся все элементы, которые находятся вот первый, индекс 0, индекс 1, начиная отсюда, включая единицу, до четвертого, не включая. Также сюда можно передать еще один параметр. Как вы думаете, что он делает? А что он делает? Верно. А если я сделаю минус 1? Нет. Тогда это у меня 4,1. Тоже не совсем. Ну, короче, чтобы получить развертый вот этот список, надо проделать вот такую вот акробатику. Как работает вот это все, на самом деле, я сам не очень помню. Я думаю, вам тоже не стоит запоминать, потому что, ну, во-первых, можно прямо на практике попробовать, когда вам это понадобится. А во-вторых, по факту, это вам, ну, очень редко понадобится вот такие вот винты выкручивать. Скорее всего, вот максимум того, что вам понадобится, это вот так. Блин, а что такое? Сейчас. О, починилось. Это вот такая штука получить с одного индекса по другой. Да. Кстати, интересный вопрос. Мне кажется, как-то можно... Сейчас, давай попробуем. 1, 3, вот так вот. Получилось? Смотри, прикольно. Можно. Я не знаю, зачем тебе так делать, но типа, вот, можно, можно. Пользуйся, пользуйся. Что еще можно сделать? Можно указывать срезы вот таким вот образом. Так он выводит все элементы до третьего. Можно вывести все элементы, начиная с третьего. Вот такой же конструкции. Еще довольно удобная штука, что питон поддерживает обратную индексацию. Например, вот давайте я выведу вам A, если вы забыли. С помощью минус первого индекса можно получить самый последний элемент. Минус второго, там, предпоследний, ну и так далее. В обратном направлении. Это работает. Можно также слайсы делать. С первого до минус первого, например. Он вы... Он отдаст слайс с элементами со второго до предпоследнего. То есть без крайних. Тоже такая штука, удобная в различных нишевых ситуациях, но в целом, ну, не то чтобы очень часто использованная. Что довольно часто используется, ну, если вы уж начали заниматься вот такой вот фигней, это вот такая конструкция. Что значит, бери элементы с первого до последнего. Вот мы не указываем тут с какого индекса до какого. Это значит с самого первого до самого последнего. Минус один, но в обратном порядке. И он нам полностью инвертирует порядок списка. Последний. Можно тут минус два. Тогда он в обратном порядке каждый второй выдаст. Можно, ну, там не минус два, а три, например. Он тогда каждый третий элемент достанет. Вот такая тема. Минус два, это кажется, каждый второй считает. Да. 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 Пум-пум-пум. Что еще про слайсы рассказать? Да, кажется, все. Хотите еще? Есть что-нибудь, что не совсем понятно про то, вот, что, какой синтексис, как сделать что-то? Вопрос. Это было, заменять конкретно или нет. Если мы там, допустим, меняем, по средней, по средней, меняем там куклу на иму, заменится, или на куклу. Да, да, заменится. Клевая штука, что, ну, вот, динамическая типизация. В листе, не помню, упомянул я или нет, можно хранить вообще любые типы данных. И можно вообще любой тип данных заменить на любой другой тип данных. И это не только с листом, это, в принципе, со всем питоном так. То есть, вот, например, у вас переменное число, вы в него засовываете тупол потом. И он спокойно отработает. Ну, у меня там до этого вообще лист лежал в этой ашке, я засунул число, засунул тупол. Он это все определяет динамически, и он эти типы подменяет тоже динамически. Довольно удобно. Идем дальше? Поехали. Значит, дальше frozen set и set. Опять, пара данных, одна изменяемая, пара типов данных, один из них изменяемый, второй неизменяемый. Обычный set создается с помощью фигурных скобочек. Set — это множество. В множестве не может быть повторяющихся элементов. А еще множество не гарантирует порядок. То есть, если в списке у вас вот в том порядке, в котором вы задали элемент, они в том и будут идти, в множестве порядок может быть какой угодно, рандомный. По-моему, питон не гарантирует его. Хотя я могу ошибаться. Не гарантирует. Супер. Вот. Это все, что я могу рассказать про множество. Есть там несколько прикольных операторов. Например, ну давайте, множество A выглядит вот так. Множество B равно 3, 4, 6, 7. Вот у нас A, вот у нас B. Мы можем сделать A или B. И они объединятся. Ну, то есть, результат вот этой операции будет объединение множеств. Вот эта палка — это объединение. Я, кстати, не уверен, пересечение существует? Пересечение. Существует пересечение? Клево. На этом, по сути, все. Все. Ну вот, ну все. А, кстати, я что забыл показать с листами, что в них можно добавлять элементы. Я, по-моему, это проговорил, но не сказал. A.append это добавить элемент. Insert, он... Ну, короче, да, там есть куча всяких методов. Есть insert, который вставляет на какое-то определенное место. По-моему, есть то ли clear, то ли еще что-то, не помню, как называется, который очищает массив. Есть erase, не помню, есть или нет. Я, возможно, с плюсами путаю. Ну, короче, любой... Любая операция, о которой вы можете подумать, типа, добавить элемент, стереть элемент, удалить элемент, очистить список, поделить список на два, там, удалить все элементы, равные данному. Скорее всего, в питоне это есть, и это легко гуглиться. Я не вижу смысла об этом сейчас рассказывать, потому что вы все равно не запомните и пойдете гуглить, как это делать. Согласны или все-таки рассказать? Yes. Тогда погнали дальше. Ну, короче, вот, это был сет, вот эти штуки, фигурные скобочки. Есть еще frozen set. Его, по-моему, никак не объявить, кроме как явно написав. Упс. Вот так вот. Во frozen set вы передаете что угодно вообще, можно tuple, можно список, можно обычный сет, можно строчку, наверное, можно байты. И он из них делает frozen set. Frozen set это то же самое, что и обычный сет с идеологической точки зрения, то есть это тоже множество уникальных элементов. Но его нельзя менять. Вот в него вы новый элемент не добавите. В обычный сет добавить можно. Сет это множество. Зачем не менять? Да. Ну вот смотри. Если ты пишешь код и объявляешь... Зачем? Объявляешь какую-то переменную. И ты хочешь показать, что вот ее не стоит модифицировать, что вот это будет немодифицируемая переменная. Удобно сделать ее frozen set, потому что ну ты хочешь, чтобы эта перемена не модифицировалась. Ты можешь сделать сет и написать типа пожалуйста, ребят, не меняйте. Или себе написать там памятку, что вот это трогать не стоит. Это будет просто множество. обычные фигурные скобки это... По-моему вообще это словарь. Словарь будет следующая штука. Сейчас про словарь поговорим тоже. Ну короче, frozen set, он искусственно ограничивает интерфейс, доступный тебе, чтобы ты, как программист, случайно не допустил ошибки, случайно не вставил туда все-таки что-то, если тебе вдруг захочется. Вопрос? 1, 2 и 3. Вот еще раз, frozen set, вот сейчас я написал, что это конструктор. Конструктор, я как-то забыл об этом рассказывать, но они есть у других типов данных. Есть стр, который создат из любого типа данных строчку. Вот у меня лист к строчке привелся. Есть лист, который из строчки сделает список. И вот так вот многие типы данных можно кастовать ко многим другим. Вот в примере со frozen set я тип данных список скастовал к типу данных frozen set. Он там как-то по какому-то правилу это сделал. В конкретно этом случае нетрудно догадаться, что он просто берет все элементы массива. Каждый из элементов массива помещает в этот frozen set. Несложно же, да? Ну вот. Вот так вот это работает. С set и frozen set вопросы остались? Нет, отлично. Идем дальше. дикт. Та е-мое. Опять я промахнулся. Это, что немного путает, это тоже фигурные скобки. Дикт — это словарь. Словарь — это по сути тип данных, в котором каждому элементу сопоставляется какой-то другой. Причем не обязательно, чтобы они были одного и того же типа. например, можно делать вот такие вот ужасные вещи. И вот он полностью хорошо сработался. Немного путает, что словарь тоже записывается в фигурных скобочках, так же, как и set. Но вот как бы это вот так вот это работает. Зато в словаре вы через двоеточие указываете ключ и значение, которое по этому ключу лежит. В словарях тоже существует индексация. Правда, индексация здесь происходит именно по ключу. Не обращайте внимания. Вот. Вот эта штука вернет элемент с ключом а. Вот эта штука выкинет ошибку, потому что ключа c не существует. Есть метод точка get, который вернет да, он нам не печатает, который достанет либо значение элемента, либо нам, если этого значения не существует. Что такое нам? Ну, это просто пустое значение, с которым ничего нельзя делать. Это вот такая бесполезная штука, которая существует для того, чтобы показать, что вот нету ничего. Пустой тип данных, пустая переменная. Это не ноль, это не пустой массив, это вот нам. Ничего. Это отсутствие в результате. Хорош, да. Именно так. нам, это следующий тип данных, про которых я хотел поговорить. Вот. Ну, он вроде несложный. Про словарики примерно понятно, что это такое, зачем это нужно. Какие это вопросы решает. Для тех, кто про бьют и про шареный, расскажу, что словарик в питоне это хэш-таблица. То есть, это хэш-мапа. То есть, в среднем оно работает очень эффективно. в худшем, если вам не повезет, будет не очень эффективно, но типа вам повезет. Я в вас верю. Да? Да. Да. Вот. И еще один тип данных, про который, наверное, стоит поговорить, это object. сам по себе object это, ну, он ничего не представляет. Это какой-то объект. И на самом деле это является базовым классом для всех остальных типов данных. То есть, любой тип данных является объектом. Зачем это надо? Ну, ну, надо так. Ну, вот так вот он, питон работает. То есть, любой объект на самом деле это тип класса object. А, еще, кстати, прикольная штука. Вот у меня есть переменная a, в которой я уже не помню, что лежит. Есть метод type, который позволяет определить, какого типа это переменная. Вот, он возвращает класс. Про типы данных кажется все. Ну, там типа еще всякие есть, менее часто используемые. Можно свои типы данных объявлять. Во встроенных библиотеках есть различные свои кастомные типы данных. не думаю, что вот стоит дальше сильно распространяться. Сама концепция, наверное, понятна. Операторы, про них я тоже по большому счету поговорил, пока рассказывал. Важно просто знать, что они существуют. Вот, типа, плюс-минус умножить. Ой. Различные операторы, которые могут что-то делать. с числами понятно, что они делают. Строки, например, можно друг с другом складывать, таким образом их конкатинируя. Строки можно умножать на числа, как мы выяснили в самом начале лекции. И получать умноженную строку несколько раз. Очень удобная штука. Списки тоже можно умножать. Списки тоже можно складывать друг с другом. Давайте такой вот базовый вообще примерчик. Вот. И также существуют операторы присваивания. То есть, например, если у нас число а это единичка, можно плюс-равно сделать сразу два. Это то же самое, что я равно а плюс два. А если пробую на полу мне кажется, да. Давай попробуем. Баба. Ну, на полтора точно ошибка? А вот если на 1.0? Ой. Да, ладно, тоже ошибка. Он не догадался, что мы имели в виду. Возможно, это даже хорошо. Ну вот. И прикольный оператор, про который мало кто знает, моржовый оператор. Что он делает? Значит, вот у нас есть переменная а, в которой лежит 3. можно сделать вот такую вот гадость. А, нельзя. вот так вот. Он одновременно присваивает какой-то переменной какое-то значение и при этом возвращает значение, которое было присвоено. То есть у нас сейчас и в переменной а, и в переменной б будет лежать по четверке. Вряд ли вы это когда-то будете использовать. А? Моржовый. Что? Моржовый, потому что похож на моржа. Вот это типа глазки, а вот это типа усики. Такие. Или бивни. Что вам больше нравится? Нет, типа без шуток. Серьезно так называется. Вот. Работа с консолью. Давайте про работу с консолью немного. Terminate. Наконец-то напишем скрипт. Вы в большинстве своем будете работать все-таки не с сырым интерпретатором, а со скриптами. Script.py. Питоновские файлики имеют рассыление .py. На самом деле можно назвать как угодно, но лучше .py, потому что, ну, надо показать, что вы питон-программист. И тут также можно что-то писать. Проблема в том, что когда вы пишете скрипт какой-то, вам надо, чтобы он что-то делал. Вам не хочется, чтобы он просто там как-то складывал переменные сам молча. Вам хочется, ну, чтобы он как минимум выводил результат. Вы в любом, вообще всегда, когда пишите программу, вы ее пишите зачем-то, чтобы она как-то контактировала со внешним миром. Для этого надо хотя бы на начальных этапах уметь работать с консолью. два базовых метода, которые есть, input и print. input считывает строчку, print печатает строчку. Просто, да? Просто, да? Да, просто? Супер, тогда погнали дальше. Допустим, вы хотите считать какое-то число, прибавить к нему один и напечатать число. Вот мне питон уже, точнее, вес код подсказывает, что вот тут что-то не так. Да, проблема в том, что питон считает вот эту штуку как строчку. То есть, два будет тип данных не int, а строчка. Вот такая вот. Да. Для того, чтобы это сделать, можно засунуть эту строчку в конструктор int и получить на выходе строчку. О, на выходе число получить. секрет принта небольшой заключается в том, что он печатает не обязательно строчки, он печатает вообще все подряд. Вот сейчас он мне напечатал число. Он может напечатать словарь, он может напечатать лист, он может напечатать сет, он может напечатать вообще что угодно, он может напечатать даже несколько штук. Вот так вот. Он спокойно это все печатает Через пробел по умолчанию Можно сделать так, чтобы он печатал не через пробел Можно сделать так, чтобы он в конце Не вставлял новую строчку Сейчас он по умолчанию вставляет новую строчку в конце Как это сделать? Загуглийся По работе с консолью вопросы есть? Супер Что? А я, кстати, не помню Возможно, не автоматически Какой-то базовый точно автоматически есть? Возможно, есть какое-то расширение, которое его улучшает Так, ну все, с этим разобрались Наконец-то Вот прям базовую основу прошли Погнали дальше Про логические конструкции Есть if, else If, elif, else Значит, вот пусть у нас есть какая-то переменная Которую мы считали If, a равно единице Print, a из единицы Else, print, a из нот единицы Что такое условный оператор, вы все знаете, да? Не надо объяснять эту концепцию Как это отработает, понятно Отлично Тогда давайте покажу сразу вот фишку Такую Elif, a равно 2 Ой Вот, elif это, по сути, еще один if То есть он позволяет вот так вот nestить условия Nestить по-русски Как это будет? Ну, короче, нагромождать То есть дополнять Во, классное слово Дополнять Ну, короче, да В общем, сделать несколько таких условных проверок Если это, тогда вот так Если это, тогда вот так А если вот это, тогда вот так А если что-то другое, ну, тогда что-то другое Вот так вот примерно оно работает Тернарные выражения Это if, записанные в одну строчку Пусть b равно нулю, if a равно единице Иначе вот так вот Не очень понятно, что написал Давайте вот так вот, чтобы чуть более понятно Что здесь, по сути, происходит Если выражение после if окажется правдой То из всего вот этого блока Из вот этого блока Вернется первое значение Если же значение после if окажется неправдой Вернется второе значение Это короткий синтексис, который Ну, говорят, что он проще читается Я, честно, не совсем уверен, насколько просто это читать Но в некоторых случаях, ну, вот так вот Действительно проще записать Чем вот такие вот четыре строчки нагромоздить Вот Тут вопросы есть? Вопросов не слышу, отлично Погнали дальше Циклы Есть цикл for Есть цикл while Есть штуки break, continue С while true, ну, это змея Питон Которая, типа, вокруг коробки На самом деле, это кусочек видео Я это из видео взял Жаль, что тут не играет Там змея просто вокруг коробки бесконечно ползает Мемас такой небольшой Ну, короче, вот While A меньше 10 A плюс равно 1 Print A Что это делает? Вопросов Вопросы у кого-нибудь вызывает? Что тут происходит? Всем понятно? Или не всем понятно? Супер Дальше Ну, цикл while, он простой Типа, он очевидный Он во всех языках программирования строится примерно одинаково Вот чуть-чуть более прикольный Цикл for Потому что Как вы там на своих плюсах бы написали Или там на сишке Что-то For Int i Равно 0 Пока i Меньше 10 i Плюс Плюс И вот сюда какую-то Ой Фигню Вот Кстати, многосрочные строчки Можно использовать как комментарии Клевая штука Я, по-моему, забыл про это сказать Вот, я тут как комментарии использую Ну, короче, вот В питоне Это не совсем так Чтобы вот То же самое написать только на питоне Используется вот такая тема На самом деле это не полностью эквивалент Спис Ключевое слово for на питоне на самом деле Используется для того, чтобы Перебирать коллекции Итерироваться по Набору данных И range на самом деле Это функция, которая возвращает какой-то набор данных Вы просто об этом можете не знать Например, можно сделать for По списку Пусть у нас есть список Вот такой вот For element in b Print b И вот так вот Питон пройдется по Ой Ошибочка Element Он пройдется по b И каждый элемент выведет Так можно итерироваться вообще по любой коллекции То есть по списку По тюплу По строчке По А? Нет Да, здесь возвращается не индекс А вот конкретные элементы То есть на первой итерации будет единичка На второй итерации будет двойка Давайте сюда Вместо тройки, чтобы было понятно На третьей итерации будет строчка Ба-ба-ба С двумя b посередине Ну, собственно, вот Вот так вот Вот так вот Понятно? Вопросы? Предложения можно? Отлично Тогда про break и continue Break Continue В питоне существуют такие механизмы Как в любом другом языке программирования Как во многих других языках программирования Надо рассказать, что они делают, или все знают? Про continue А? Ну Да, отлично Супер Вот Молодцы, что спросили Ну, короче, break Он просто прерывает исполнение цикла Вот прям здесь и сейчас Обычно пишут, типа Если Элемент Встретит Два То есть если встретилось какое-то условие На которое мы хотим остановиться То break И вот после этого цикл остановится То есть для строчки Ба-ба-ба Уже цикл не будет исполнен Мы можем делать, например, вот так вот Continue просто Останавливает выполнение текущего тела цикла И сразу перескакивает к следующему элементу То есть вот текущий код Напечатает единичку На двойке он перейдет к следующему элементу И дальше напечатает строчку Понятно объяснил или не очень? Понятно Понятно Отлично Тогда давайте поговорим про Немного Нестандартную штуку в питоне Как for С облоком else Как вы думаете, что делает вот эта штука? Только те, кто знает, не говорите А те, кто не знает Вот как вы думаете, что тут происходит? Ну в принципе валидный guess Ну то есть я бы тоже, наверное, так подумал Если бы не знал Вот почти, да Это почти правильная мысль Только наоборот Вот если брейка не случится То есть если цикл завершится нормально Как он должен был завершиться Дойдет до последнего элемента Тогда произойдет else Иначе если брейка не было Точнее если брейк был То else не исполнится Понятно вот эта вот штука? Как это работает? Супер Тогда про циклы кажется все Вопрос А pass что делает? Pass это штука, которая делает ничего Про какой pass мы говорим? Есть вот такое вот ключевое слово в питоне И оно вот буквально означает Продолжит В смысле ничего не делай Вот эта строчка ничего не делает Иди на следующую Это вообще немного разные понятия Continue это вот Эта штука существует в рамках цикла Этот термин используется только с циклами И он позволяет завершить итерацию Для конкретного элемента Перейти к следующему Pass Он вообще ничего не делает И это не штука связанная с циклами Это просто ну вот такая вот тема в питоне есть Зачем он используется? Потому что вот мы не можем сделать пустой блок Иногда хочется сделать пустой блок Например, пустую функцию Или там еще что-то Про отличие у нас, например, pass не прервет В выполнении текущей итерации цикла Если напишешь вот перед какими-то другими командами Да Да, pass вообще ничего не делает Он вот просто ничего не делает Единственная его функция Это Служить как Типа вот здесь что-то может быть Но здесь ничего нет Чего-то здесь нет Да, вот здесь ничего нет Pass не делает абсолютно ничего Абсолютно никогда Он просто позволяет Вот если у вас есть блок Который должен быть по каким-то причинам Но он пустой Вот типа Можно сюда вписать какое-то непонятное выражение Которое нигде потом не будет использоваться Чтобы питон просто не ругался Чтобы он работал Можно написать pass И тогда он тоже будет работать Он просто ничего не сделает Вот конкретно на этой строчке Еще есть штука Которая лично мне больше нравится Можно написать три точки И оно тоже будет работать Потому что три точки Это на самом деле тоже тип данных Внутренний в питоне Который ни для чего не используется В самом питоне Там есть использование в библиотеках Разных типа numpy Вот Мне кажется так выглядит поприкольнее чем pass Я пишу так Но это тоже вкусовщина Типа кому как Так ладно Еще вопросики есть Или идем дальше Погнали дальше Исключения Вот я говорил Что мы дойдем до исключений Как работают исключения в питоне Можно исключения бросить Есть специальное ключевое слово race Точнее поднять В питоне это называется поднять race И вот когда вы поднимаете исключения Начиная с того момента Как оно поднято Питоновский код Полностью ломается То есть он Перестает исполнять то Что было в текущем контексте Перестает исполнять Все что будет в следующих контекстах Пока это исключение не поймается А если оно не поймается Опять я не туда Перешел Все упадет Давайте Ну Сделаем что-то искусственное А равно 1 поделить на 0 Вот Исключение не поймалось Исключение Zero Division Error Да Если у меня есть что-то после Исключения Это что-то не выполнится Как только произошла ошибка Все падает Все рушится Чтобы все не рушилось Ошибку можно поймать Для этого надо обернуть Тот код Который может ошибиться То есть упасть В блок Try А после этого Написать Accept Тип исключения Zero Division Error Упс И вот сюда Какую-нибудь фигню Ну то есть что-нибудь Что произойдет Если ошибка Например Вот здесь вот может быть Полезно написать Pass То есть если Вы не хотите делать ничего Если произошла ошибка Хотя это не очень хорошая практика Но может быть полезно И вот в этом случае уже Ничего не произойдет Ошибка упала Ошибка поймалась И исполнение кода Продолжилось нормально Можно делать Несколько эксепшенов То есть возможно Этот код выбросит Не Zero Division Error А там Value Error Вопрос? Ничего, по-моему Вот да А сдохло Да А not defined Давай попробуем Мне кажется Там останется то Что было до этого Да Да То есть ничего не происходит То есть если Ошибка падает То На самом деле Что здесь происходит Сначала вычисляется Значение вот этого выражения И потом оно присваивается Переменной a Значение выражения Не смогло вычислиться Поэтому присвоение Тоже не произойдет У блока try except Есть еще одна прикольная штука На самом деле даже две Можно написать Finally Здесь будет код Который должен исполниться В любом случае Вне зависимости от того Упадет ошибка или нет Может быть не совсем понятно Зачем это нужно Это может быть нужно Если мы там например Работаем с файлами Файлы если кто не знает Надо открыть Перед тем как использовать А потом после того Как поиспользовал Их надо закрыть И если мы открываем файл Потом с ним как-то работаем И может выпасть ошибка Возможно мы забудем В блоке except Закрыть файл В таких случаях Часто и Best practices То есть Как это Лучшим методом Тем Короче то что надо делать Это писать Файл close В блоке final Чтобы он закрылся Вообще вне зависимости От того что происходит С блоком Вот с этим понятно Как вы думаете Что я сейчас сделаю Как вы думаете Что делает else здесь Только по-моему Вот так вот Да Короче Как работает Вот этот вот монстр Он исполняет Код в блоке try Если падает ошибка Он пытается Как-то ее Захендлить То есть Обработать Кстати если ошибка Не обработается Она просто будет дальше падать То есть Если мы не поймаем Нужную ошибку Она упадет дальше То есть Если мы не поймаем Нужную ошибку То так же будет ошибка Как если Мы не ловили вообще Да 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 Именно так Ну так вот Пытается исполнить это Если ошибка падает Он пытается ее замачить Или швыряет назад То есть Захендлить Если ошибки не было Он исполняет Вот это И в любом случае Исполняет вот это Вот такой вот Монстр Можно но Ну не всегда На самом деле Можно Например Если это у тебя функции И в блоке try Return Что-то там А вот тут вот Return Нам Например Ну про функцию чуть позже Нет Finalist работает В его случае Даже Даже если return Внутри try Final Final Отработает всегда Вот прям в стопроцентах Случай вообще Абсолютно всегда Final Отрабатывает Всегда Всегда Тебе не важно Знать в какой момент Он будет выполняться То есть Ты знаешь просто Что он всегда Выполнится После try Accept Блока И Ты не кладешь туда То что нужно Знать точно Когда исполнится Вот например Закрытие файла Хороший пример Потому что Тебе не важно Когда конкретно Он закроется Тебе важно Что он закроется После того Как ты им Попользовался Когда-то Еще вопросы Идем дальше Функции Функции Что такое функции Концепция функции Кому-нибудь нужно Объяснить Или все знают Правда Нет, погоди Ты знаешь Что такое функция Хорош А кто не знает Все знают Про лямбда Я расскажу Да Там вот Видишь пунктик есть Анонимные лямбда функции Ну короче Ладно Погнали тогда Концепцию функции Я не объясняю Зачем они нужны Просто показываю Как писать на питоне Все уверены Что я так делаю Да Точно никому не надо Объяснить Что такое функция А то я могу Я могу Ну ладно Блин Класс Объяснить Это тяжело Ладно My Function Вот так вот Например Вот так вот Выглядит Синтексис функция Нужны ли Какие-то Комментарии Нет Супер Супер Вы меня Радуете Точно не надо Всем понятно Давайте тогда сразу Перейдем к Анонимным функциям Хотя нет Давайте еще Вот про такой Моментик Да Как Встроенные Работают Название Функции Которые всегда Классические Теполки А эти Встроенные Ну то есть Например Если ты сделаешь Так Ну я понимаю О чем ты говоришь Это не совсем То о чем Парень просил Вот ты говоришь Об этом Да Тогда Вот тут У тебя Принт будет Именно функции Которые суммируют А функции Принт Которые Вводят В консоль У тебя Вот здесь Уже Не будет Придется Жить без Нее Поэтому Ну не Называйте Ребят Функции Именами Встроенных Функций Пожалуйста Это путает код Это ограничивает вас Это ну неудобно Так Давайте про Анонимные функции Поговорим Вот здесь Я потратил Целые две строчки Для того Чтобы написать функцию Я потратил Много символов Я написал Дев Я написал Ретурн Я поставил Круглые скобочки Можно было без этого Есть способ Проще Давайте я верну Название Сум 2 И закомментирую Вообще это Чтобы не мешалось Можно Сделать Сум 2 Равно Лямбда От А Б Которая Вернет А плюс Б Заткнись Комментарии Это не важно Это у меня просто Очень умный Вескод И на самом деле Так писать Не очень хорошо Но Типа Можно И даже Иногда Нужно Вот он Я подсвечивал Оранжевым Говорил Что не стоит Так писать Я его Заткнул Что здесь Произошло Ключевое Слово Лямбда Говорит Что сейчас Мы будем Объявлять Анонимную Функцию То есть Лямбда Функцию Чем они Отличаются От других Тем Что у них Типично Нет названия То есть Они Создаются Обычно Для того Чтобы их Передать В другую Функцию Кстати Кстати Вот я Хотел Сказать Меня Кто-то Перебил Не помню Короче Функции Можно Передавать Другие Функции Функция Это Объект Первого Класса Как Говорят Умные Ребята Вот И Анонимная Функция Как раз Обычна для Этого Например Что Ну вот Это Вот Придумал Рассказал Умное Слово Теперь Придется Объяснять Ну Точно Я тебе Не скажу Я знаю Что это Значит Что С ним Можно Обращаться Вообще Как Угодно Его Можно Туда Сюда Передавать Его Можно Там Как То Изменять Короче Нет Я тебе Не скажу Что это Я не знаю Я просто Знаю Умное Слово На чем Я остановился А Зачем Это Нужно Зачем Вот Так Нужно Писать Например Хороший Пример Сортировка Массива У вас Есть Какой Массив Лист В питоне Его Надо Сортировать По умолчанию Числа Например Он сортирует По возрастанию Вы можете Туда Передать Кастомную Функцию Которая Будет Говорить О том Как Сортировать То есть Питон Будет Туда Поставлять Элемент И Вычислять Его Значение И Вот Уже По Этому Значению Сортировать Анонимные Функции Тут Можно Использовать Есть Функция Фильтр Которая Берет Список И Берет Принимает На вход Анонимную Функцию И Возвращает Только Те Элементы Списка Которые Удовлетворяют Этой Анонимной Функции То есть Возвращают True Вот Вот так Вот Понятно Зачем Объясним Нормально Да Вопросы По функциям Остались Нет У всех Нет Все Понимают Клево Тогда Погнали Дальше Классы Про классы Наверное Придется Объяснить Как минимум Потому что У меня Попросили Что Такое Класс Класс Это Какая-то Логически Завершенная Сущность Питон Вообще В своей Глубине Это Объектно Ориентированный Программист Хотел сказать Программист Язык Программирования То есть Любой Любая Сущность В нем Является Объектом Любая Переменная Это Объект Какого-то Типа Тип Данных Это Как бы Набор Правил По которым Этот Объект И ему Подобные Работают Например Тип Данных Инт Задает Правила Для Целых Чисел Что их Там Можно Складывать Их Можно Вычитать Умножать И Всякие Другие Штуки С ними Делать Класс Это Такая Это Абстрактное Понятие Которое Описывает Набор Правил Которые Можно Выполнять С Объектом Этого Типа Давайте Рассмотрим На Примере Пусть У меня Есть Класс Cat Пишется Это Вот Так И У него Есть Метод Мяу Это Пишется Вот Так И Тут Все Видно Надо Писать Вот Так Что Я Здесь Сделал Здесь Я Объявил Класс Cat В котором Есть Метод Мяу Метод Мяу Мяукает Как Этим Пользоваться Можно Создать Переменную Типа Cat Помните Как мы Писали Вот Типа Вот Так Чтобы Создавать Дефолтные Дефолтные Объекты Различных Типов Данных Вот Здесь Все То же Самое Просто Тип Не Встроенный А тот Который Мы Создали Сами Тип Cat И Потом Можно Этой Переменной Мяукать Будет Вот По-научному Называется Метод Класса То есть Функция Которая Вызывается Над Объектом Можно Не фоткать Я скину Презентацию Я скину Запись Все будет А нет Кстати Ладно Наверное Это имеет Смысл Фоткать Потому что Скрипты Я не скину Запись Будет Ну короче Вот Что делает Этот код Нужно Пояснить Нужно Запустить Или Понимаете Примерно Интуитивно Надо Супер Запускаю Мяу То есть Что Что здесь Произошло В чем Все нормально Вот в этих Трех строчках Я объявил Класс Вот эти Три строчки Сами по себе Ничего не делают Они просто Говорят Что дальше В этой программе Да Может Может Можно написать Pass Вот так Вот Это будет Максимально Бесполезный Класс Но такое Можно сделать Если тебе Зачем-то Надо А ну Кстати Да 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 Вот эти Три строчки Они просто Говорят Что дальше В программе Можно будет Объявлять Переменные Вот такого Вот типа С которыми Можно будет Работать Вот по таким Правилам Дальше Вот в этой Строчке Я объявляю Переменную Указанного Типа И в этой Строчке Я вызываю Ее метод То есть Исполняю Вот эту Функцию С вот этим Объектом Понятно Пока Да Что такое Self Клево Это вот То о чем Я хотел Дальше Поговорить Значит Self Это Экземпляр Текущего Объекта По-русски По-русски Да Я вот тоже думаю О том Как бы это По-русски Сказать При этом Не забегая Вперед Да не Это тоже Короче Self Это переменная От которой Вызывается Этот метод Вот например Если вы делаете Так То Когда метод Мяу Будет Исполняться В ней В качестве Self Будет Переменная C Что Это Значит Объектам Можно присваивать Различные Значения Не обязательно Без него Работает По умолчанию Он пустой Создается Но кстати Наверное Для того Чтобы продемонстрировать Эту концепцию Надо Definit Ладно Ладно Уговорил Сейчас я Объясню Что здесь Происходит Значит Definit Это функция Которая Вызывается Каждый раз Когда Создается Экземпляр Класса То есть На самом деле В этой строчке Когда мы Ее Исполняем Исполняется Вот эта Штука Например Если мы Сюда Добавим Print I Was Created И Закомментируем Мяу Чтобы оно Не мяукало Лишний раз Напишется I was created Потому что Функция Init Вызывается Каждый раз Когда создается Объект Понятно Да Дальше Что сделано Вот здесь Я Присваиваю Переменной Self Ее Сейчас Как это По-русски Так Ее Property Поле Да Классно Супер Забыл Ее поле Значение 0 Что такое Поле Это Какая-то Переменная Которая Относится К объекту Например Если написать Вот так Вот То у каждой Кошки Которую Мы Создадим Будет Свой Счетчик Мяуканья И Например Мы Можем С помощью Self Потом К этому Счетчик Обращаться Из Других Методов Этого Класса Например Self Точка Мяукантер Каждый раз Когда мы Мяукаем Ой Я опять Не туда Натыкал Е Клама Мяукантер Плюс Равно Один Каждый раз Будем Увеличивать На Один Print Мяукантер Was I Мяукантер Плюс Стр Self Точка Мяукантер Вот Столько Times Можно Это сделать Поудобнее Сейчас Покажу Но Короче Работает Это Вот Так Теперь Вот Я Помню Несколько Раз И каждый раз Он мяукает На Один Раз Ну Типа Понятно Что происходит Да Комментарии Нужны Нет Вот Отлично Вот Здесь Вот Эта Конструкция Мне Не Нравится Что Я Написал Это Можно Написать Гораздо Более Красиво И Попитонически F Строчка Да Верно Если Перед строчкой Поставить F То Внутри Нее Можно Будет Писать Фигурные Скобочки А Внутри Этих Сделаю Экран Чуть Поменьше Вот Так Все Еще Видно Нормально Да Всем Заинтересован И Оно Работает Точно Так же То есть Оно Также Печатает Строчку Внутри Которое Число А Кстати Давайте Сделаем Еще Круче Как Настоящий Питон Программист И Не Будем Это Дублировать А For I In Range 5 Мяу И Вот Сделает То же Самое А Еще Чтобы Эту переменную Неиспользуемая Давай 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 Вот Питон Ну короче Вот По Вот Этим Штукам Вопросы Какие-то Еще Да Можем Это Следующая Штука Про Которую Я Поговорю Сейчас Будет Сейчас Будет Еще Вопросы Вот Это Почему Нижнее Подчеркивание Это Нижнее Подчеркивание Да Значит Почему Я Поменял I На Нижнее Подчеркивание Есть Такая Концепция Согласование Чуваки Которые Прогают На Питоне Договорились Что Переменная Которая Называется Нижнее Подчеркивание А Нижнее Подчеркивание Можно Использовать Для Названия Переменных Это Какой-то Мусор То есть Туда Будет Складываться Все Что Не Используется Но Должно Существовать По Каким-то Правилам По Правилам Питона В блоке For Ну Надо Написать Переменную Какую-то Которую Будет Присваиваться Значение Но Мы Не Используем Поэтому Я Написал Нижнее Подчеркивание Чтобы Как бы Это Показать Ну Потому Что Мы Питон Программисты Вот Так Есть Еще Вопросы Не Напишем Где Именно Здесь Он Этот Мяу Каунтер Это Будет Просто Локальная Переменная Функция То есть Она Создается Как только Функция Будет Позвана И Она Уничтожится Как только Функция Закончится И Каждый Раз Этот Мяу Каунтер Будет Свой Типа Вот Так Можем Но Тогда Каждый раз Будет Один Потому Что Каждый раз Будет Создавляться Новый Экземпляр Мы Можем Иметь Несколько Кошек В своей Программе Например Вот Так Вот Кэт Один Кэт Два Равно Тоже Кэт И У нас Каждая Из Этих Кошек Умеет Мяукать И У Каждая Из Этих Кошек Будет Свой Счетчик Например Вот Первая Кошка Помяукала И Потом Вторая Кошка Помяукала И Вот Смотрите Вот Это Сначала Мяукает Первая Кошка Вот Эти Строчки Потом Вот Это Вторая Кошка Мяукает Ясно Да Что происходит Еще раз Что такое F-строка Если Перед Строчкой Поставить Букву F То Тогда Внутри Нее Можно Будет Использовать Вот Такой Вот Синтекс То Пишите Фигурные Скобочки А внутри Фигурных Скобочек Какую-то Переменную И Тогда Значение Этой Переменной Подставится В строк Если Мы Тут Делали Без Этого А там Например Плюс Ставили То Будет Ошибка Потому Что Нельзя Складывать Строки С Числами Вот Он Отсвечивает Что Типа Нельзя Так Нехорошо Можно Сделать Вот Так Как я Изначально Написал Но Это Выглядит Ужасно Некрасиво Неприятно Поэтому F строка Это Удобно Это Прикольно Да Это Ну Это Два Разных Объекта Но Если Присвоить Первой Кошки Вторую То Первой Кошки Уже Не Будет Существовать У тебя Будет Существовать Только Вторая И Когда Ты Будешь Работать С Первой То Ты Будешь На самом деле Работать Со Второй Ты Понял Что Я Сказал Остальные Не Переживайте Да Да Вообще Все Что угодно Вот Любое Валидное Питоновское Выражение Можно Туда Можно По По Форматированной Строки Можно Вот Это Выражение Из Фигурных Сковок Вынести И Можно В смысле Ты Хочешь Вот Так вот Не Совсем Можно Убрать Букву Ф Чтобы Это Было Обычной Строкой И У Строки Есть Метод Формат Вот Так Вот И Вот Так Вот Оно Сделает То Что Ты Хочешь Ну И То же Самое Что Было С Строкой Но Мне Мне Кажется Строка Все Равно Удобнее Потому Что Это Просто Проще Читается Ну Опять же Вкусовщина Еще Вопросы Есть По Тому Как Это Работает Супер Тогда Давайте Пойдем Дальше Вот Про Вот Эти Штуки Значит Что Это Такое Я Пока Рассказывать Не Буду Потому Что Это Довольно Сложная Штука Но Короче Можно Написать Собачку После Собачки Написать Статик Метод Мяу Статик Я Не знаю Дойдем Мы до Них Или Нет Презентация У меня Есть Но Я Надеюсь Что Мы Не Дойдем Что Такое Статический Метод Статический Метод Это Метод Который Относится Не Конкретному Экземпляру Класса А Ко Всему Классу Ты Понял Все Поняли Ну Короче Да Без Силфа Здесь Смотрите Но Отличие В том Что Здесь Силф Не Передается Здесь Нет Экземпляра Эта функция Она Принадлежит Не Какому-то Конкретному Объекту А Самому Классу Вот Здесь Вот Для Того Чтобы Помяукать Мы Должны Были Создать Экземпляр Через Круглые Скобочки Создать Новый Объект Если Мы Хотим Если Мы Хотим Вызвать Метод Класса То Мы Пишем Название Класса И После Него Метод И Вот Это Помяукать Статически Разница Понятна Ну Из Плюсов Можно Не Писать Селф Из Минусов Мы Не Имеем Доступ И Селф Смысл В чем Статических Методах Ну Вот Так Ну Кстати Например Да Не Ладно Не Совсем Это Статическое Поле Сколько Раз Помяук Или Все Пошли Можем 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 Но Статические Методы Тоже Могут Быть Нужны Ну Например Для того Чтобы Работать Со Статическими Полями Что Такое Статическое Поле Кстати Вот Здесь Вот Можно Написать Какую-то Переменную Miao Total Это Будет Статическая Переменная То есть Она Общая Для всех Элементов Класса На самом деле Это Не Совсем Правда Но Типа Можно Написать Вот Так Вот И Оно Будет Вот Эта Штуку Увеличивать Общий Счетчик Общий Счетчик Мяуканье Для всех Кошек И тогда Через статический Метод Можно Вызвать Cat Print All Cats Мяук Столько Это Times Cat Что вот этот Код делает Надо Объяснить Наверное Да Или Есть Или Все Понятно Ну В целом Досконально Вам Не Обязательно Понимать Если Там Какие-то Детали Мелкие Не Очень Понятны То Ничего Страшного Потому что Объектно Ориентированный Код Мы с вами Писать Не Будем Типа Это Так Это Просто Для Общего Развития Чтобы Вы Умели Читать Петановский Код Если Вам Когда-то Где-то Что-то Вдруг Встретится А Вам Наверняка Встретится Вот Чтобы Вы Понимали Что происходит Так Примерно Ориентировались В пространстве Значит Что такое Статические Поля И методы Понятно То есть Еще раз Давайте Повторю Обычные Поля И методы Они Относятся К конкретному Экземпляру Класса Что такое Экземпляр Это Переменная Типа Обычные Поля Методы Они Относятся И они Полностью Связаны С Конкретным Экземпляром И у Каждого Экземпляра Статические Поля И статические Методы Они Относятся Ко всему Классу И У каждого Экземпляра Класса Один и тот Же Статический Метод Про Статические Перемены Я такого Сказать Не могу Потому что Это не совсем Правда Но это Такой Тонкий Момент Про который Наверное Не стоит Упоминать А то я вас Совсем Запутаю Есть Да Идем Дальше Наследование Да Поле Поле Это Какая-то Переменная Которая Относится К объекту То есть Ну Это проще Понять Чем определить То есть Это какая-то Характеристика Это Какие-то Данные Которые Хранятся В объекте Как-то С ним Ассоциированные Вот Например В данном Случа Это Счетчик Мяуканья Если У нас Класс Машина Мы В полях Можем Хранить Там Ее Цвет Скорость И Не знаю Акселерейшн Разгон Время Разгона Понятно Объяснил Хорошо Нормально Поговорить Про наследование Или не надо Как вы считаете Ну давайте Так Быстренько Задену Значит Статические методы Уберу Потому что Это слишком сложно Статическую переменную Тоже уберу Потому что Это сложно Оставлю Вот Такую Штуку Пусть у нас Будет Дев Сей А не Мяу Который Будет Мю Мяу Мяу И Нит Уберу Совсем Да Нет Да Давайте Сделаем Так Значит Есть Кошка Но Ведь Есть Еще И Собак Да Я Хочу Наследование Объяснить Думаешь Плохая Идея Да Ну Это Ладно Да Ну ладно Короче Кто не поймет Те не поймут Кто поймут Те будут Молодцы Они оба Мяукают Это Это не Не очень Прикольно Потому Что У нас Много Повторяющегося Кода Вот Типа Целых Сколько Тут Символов Дев Сей Сэлф Прин Не Прикольно Можно Это Как Настоящие Объектно Ориентированные Программисты Вынести В общую функцию Пусть Иначе У нас Будет Общий Родительский Класс Класс Animal Или Пусть Лучше Пэт У которого Есть Метод Сей А что Говорит Любое Животное Ладно Я думал Как тут Пошутить Не придумал Как пошутить Чтобы никого Не обидеть Пусть Пусть Выкидывается Ошибка Пусть Выкидывается Ошибка Error Есть Специальная Ошибка Not Implemented Error Которая Нужна Для того Чтобы Показывать Что Вот Эта Функция Не была Имплементирована I Can't Не была Имплементирована То есть Ну Не было Чтобы Показать Что Нету Кода Для этой Функции I Can't Talk Вот Конкретно Просто Животное Разговаривать Не умеет Мы Должны Знать Что Это За Животное Чтобы Уметь Разговаривать Дальше С помощью Круглых Скобочек Можно Реализовать Наследование То есть У нас Теперь Все Животные Будут Наследоваться Если У нас Будет Какой Нибудь Я Там Не знаю Хамстер Для которого Мы Забудем Реализовать Метод Say То Когда Мы Сделаем Х Равно Хамстер И Попросим Его Поговорить Выкинется Ошибка Потому Что Хамстер Не умеет Разговаривать Ну По крайней мере Мы не написали Ему штуку Которая Умеет Разговаривать Что Да Он обращается К классу Выше Отлично Но количество Кода Мы все еще Не уменьшили У нас все еще В кэте И доге Свои штуки Давайте Давайте Я Так Особо Без Комментариев Покажу Как Сделать Так Чтобы Хотя Ну не знаю Стоит ли это Делать Или нет Стоит Ну ладно Погнали Значит У пэта Self Name Init Это функция Напоминаю Значит С нее можно Передать Какие-то Параметры Имя питомца Будет Указываться При Инициализации Если Имя не было Указано То по умолчанию Дефолтный параметр Нам Кстати Я не рассказал Вот так вот Устанавливаются Дефолтные Значения То есть Если Name Не будет Передан Давайте Покажу Как это Работает П равно Pet Если я вот так вот Объявляю То Pet.name Будет None Если я объявляю Вот так вот То Pet.name Будет Cat Понятно Да Механизм Отлично Теперь Вот тут Вот If Name Равно Cat А нет Не тут Да Наверное Так будет Лучше Sound Пусть это будет Sound И теперь Say Будет Просто Издавать Sound If Sound Is Not None Self Self Верно Подмечено А иначе Да Хорошо Теперь Теперь Вот здесь вот Будет свой метод Init И вот здесь вот будет свой метод Init Сейчас я кстати еще одну штуку захвачу Есть такой метод как супер Который позволяет получить родительский класс Значит что я тут наговнокодил Значит есть класс cat Который при инициализации инициализирует родителя Родитель в себе при инициализации сохраняет sound Кошка инициализируется со звуком мяу Собака инициализируется со звуком гав гав И теперь если мы инициализируем кошку То она при вызове метода say Так как self sound будет не нам Она будет мяукать Кошка будет гавкать А если мы определим какого-нибудь хамстера Который ничего не умеет То хамстер Будет говорить что я не умею говорить Будет падать с этой ошибкой Так как у него не было ничего переопределено Заветели как я качественно уменьшил количество кода Понравилось да Ну короче вот это С точки зрения чистого кода Наверное вот такое решение Оно более красивое Потому что оно Ну более универсальное что ли Но вот это хороший пример того Против чего питон работает Типа это Специально усложненный код Который на самом деле Можно было написать гораздо проще И он бы был гораздо более очевидным Ну то есть предыдущее решение работало хорошо Зато в этом решении я вам показал что такое супер Не очень понятно что такое супер Супер позволяет работать с верхним классом Да То есть здесь мы напрямую не можем вызвать метод init Родительского класса Потому что у нас уже есть свой Если мы будем его просто вызывать Мы упадем в рекурсию Поэтому с помощью супер можно получить Инстанс родительского класса И вот от него уже вызотенит Причем этот инстанс он будет как бы Связан с текущим То есть Ладно я вас всех запутал Короче вот магия Да Что? А Питон не знает что такое private Нету private А это не private Но это тоже паблик штука Разве? То есть я сделаю Если я сделаю вот так Ты хочешь сказать что я не смогу вот так вот сделать? А че медь? Ладно Ну хорошо Хорошо Это такая тема Я ни разу не видел чтобы нормальные люди писали два underscore перед названием property Хорошо Ну короче да Что-то такое существует Насколько мне известно Это какой-то internal spitton То есть это то Чем он пользуется внутри себя Когда работает То есть это какая-то внутренняя штука То есть внутренние Его объекты Имеют в себе вот такие штуки И типа Это не совсем то Что предназначено для использования всеми То есть это можно использовать Но Не стоит Хотя может и стоит Возможно я путаю Вот два нижних подчеркивания Как мы только что выяснили Это вот такая штука Что типа Приватная переменная К ней нельзя обратиться Есть такой конвеншен Что Приватные переменные Которые не должны где-то использоваться вне класса Пишут с одним нижним подчеркиванием К ней можно будет получить доступ извне Если вы сильно захотите Но типа не стоит Не рекомендуйте Объявляя свою переменную Вот с таким вот именем Вы говорите Что не стоит это использовать Потому что может что-то сломаться Мы это говорим Абсолютно неформально? Абсолютно неформально То есть Да Это ни на что не влияет Это просто для других программистов Никак Нету модификатора доступа Нету такого понятия Все переменные публичные Ну кроме тех, которые с двумя подчеркиваниями Вот Это ни на что не влияет Вот только что мы выяснили Что два подчеркивания Делают так, что перемены нельзя воспользоваться извне То есть она по факту приватная Но у меня есть сомнения Что это нормально работает Возможно там есть какие-то эти Подводные камни Там можно Ну короче вот Вообще мне кажется Можно, можно как-то А, кстати, подожди У меня, кстати, даже есть предположение Вот так Нет, ладно, не так Это короче функция, которая позволяет получить атрибут От любого объекта Потому что у него два нижних подчеркивания Я не знаю почему Вот так вот Вот так вот оно работает С двумя подчеркиваниями Да, надо внутри функции Написать специальную функцию Которая установит значение Которая его достанет Ну короче, это все детали Опять же вам Вот это конкретно не совсем понадобится Потому что я Поэтому я не вижу смысла Вдаваться в подробности Давайте лучше побежим дальше У нас полчаса осталось Круто, мы идем Не быстро Ну то есть это хорошо Я частично рад, что у меня останется Материал на следующей лекции Потому что я, честно, не знал О чем вам на третьей рассказывать Вот расскажу О том, о чем не успел сегодня Тут Про вот это рассказал Давайте еще Сотру всех наших животных Покажу магические методы Че-че-че Что-нибудь, что можно складывать Любой пример Что? Яблоки Можно складывать Население городов Хороший пример Яблоки Яблоки не совсем очевидно Вот, пусть у нас есть сити Как там это? Population Population Вот и все Такой бесполезный класс Типа у нас есть сити Москва У которого Population Очень большой И есть Не знаю Какой-нибудь Балашиха У которого Попulation Какой-нибудь не очень большой Ну ладно Пусть один будет Для наглядности Ладно У Москвы все-таки поменьше немного Ну короче вот Допустим Мы хотим Чтобы Можно было сделать Вот так вот И чтобы Тогда Типа Получился Один большой Город С населением Первого Плюс Население Второго Говоря Языком Программиста Мы хотим Перегрузить Метод Перегрузить Оператор Сложения Как это сделать Есть такое понятие Как магические методы Это методы Которые начинаются С двух нижних подчеркиваний И они позволяют Вот такие вот Как бы Технические вещи Реализовать Например Сделать Два типа данных Тип данных Так чтобы его Можно было сравнивать Друг с другом Либо чтобы Можно было Типы данных Складывать Либо чтобы Можно было Кастовать К строчке Либо чтобы Можно там Еще что-то делать Ну что тут есть Кастовать К строчке Repr Or new А? А ты думаешь Другого Это перегрузка Или есть Ну Такого Тер... Ну хотя нет Есть термин Перегрузка Хотя Или нет Нет термина Перегрузка По-моему нет Вот конкретно Вот это Так Еще раз Задай свой вопрос Вот конкретно Вот это Что мы сейчас Делаем Называется Магический метод Ну либо Можно говорить Да Перегрузка Перегрузка Оператора Это все поймут Я не помню Как он называется Но пусть будет Sum Что? А? А да да Хорошо Селф И Азер Ретурн Сити Селф Популейшн Плюс Азер Точка Популейшн И вот Теперь Это сработает Что происходит Понятно Или надо Еще продемонстрировать Показать То есть Метод Ад Делает так Чтобы мы могли Складывать два объекта Важно Понимать Что сюда можно Передавать Не обязательно Город Сюда можно Передать Число Например И с точки зрения Питона Это будет выглядеть Как валидный код Но на самом деле Оно упадет Вот на этом моменте Потому что У числа Нету Поля Популейшн Понятно Да Ну то есть Тип данных Тут не гарантирован Мы можем Поступить По суперумному Типа Как точно Не надо делать Когда вы пишете Сплой для ЦТФ К If Азер Из Инстанс Оу Опять Из Инстанс Сити Нет Это в джаваскрипте В питоне Вот так вот Else Raise Not Implemented Error Вот И теперь Это упадет С not Implemented Error А для Балашихи Это спокойно Отработает Ну мы Мы просто Ничего не печатаем Поэтому у меня Ничего не вывелось Давайте Print Moskow Population Сделаем Во Вот Такое Популяйшн После того Как последний Житель Балашихи Переехал В Москву А Нет Ну Как бы Да Есть Специальный Список Вот Таких Магических Методов Которые Питон Отлично Отлично Тогда Что Кого Вот это Вот это Давай Нет Это будет В записи Этого не будет В презентации Потому что Это Ну не в презентации Это я вот сейчас С вами Сессия лайфкодинга Я пишу Импровизирую Из головы Да Вот так вот Да Он сначала Вот так вот Сделает А потом Вот так вот Сделает Да Это все нормально Отработает У нас в Москву Переедет два Жителя Из балаших Ну да Ну типа Два раза Переедет Один и тот же Так Еще раз По классам Вам Не надо Наверное Все понимать Прямо сейчас Потому что У вас Целый семестр Будет Объектно-ориентированного Программирования И даже после него Половина из вас Ничего не поймет Объектно-ориентированное Программирование Это вообще Довольно сложная штука Там типа Что-то глубоко понять Чтобы Надо потратить Довольно много времени Это так Только Очень примерное Овервью Всяких штук Которые можно делать Вот чтобы писать Код вообще не нужно Чтобы читать Может понадобиться И чтобы понимать Тоже может понадобиться Но вот Я по-моему Ни разу не писал Свой класс При написании Сплойта Ладно Вру Писал пару раз Но короче Это очень редко И Точно Не на уровне Начинающего А на том уровне Это понадобится На том уровне Когда ты будешь понимать Что это такое By hard Ну короче ладно Погнали дальше Модули Существует такое понятие Как модули Сторонние библиотеки Их можно импортировать С помощью ключевого слова Импорт Например Библиотека Math С математикой В ней есть Например Функция sin Которая позволяет Искать sin Какого-то там числа Работает это вот так вот В самом питоне Нету функции sin Она есть В модуле math И для того Чтобы ей воспользоваться Надо Импортировать Что такое Импортировать Наверное Стоит пояснить Импортировать Значит Как бы Подключить К своему коду Стороннюю штуку Хотел сказать Зависимость Но это не совсем верно Потому что math Например Это независимость Это часть стандартной библиотеки Math будет у тебя На любом устройстве На котором устанавливается питон Это просто та штука Которой нету Вот В интерпретаторе По умолчанию В его области видимости То есть Если сделать Вот так вот Закомментировать Эту строчку Будет ошибка Потому что Что такое math Питон просто так не знает Если импортировать же Он поймет Что А это вот эта библиотека А в этой библиотеке Реализованы вот такие функции И вот такие переменные Там есть И вот такие классы Круто Давайте ее использовать Это не единственный синтексис Можно писать вот так From math Import Syn Что это сделает Эта штука Просто импортирует Функцию syn Понятно Да Или надо Еще поподробнее Пояснить Да Ровно для этого Вот прям Стопудово Вот Точно Точно В точку Но это встроенные модули Вопрос Что такое зависимость Это что-то От чего Зависит твой проект Как правило Этот термин Применяется По В отношении К сторонним библиотекам Которые написал Кто-то другой Которые надо Отдельно Устанавливать Давайте покажу Как это делается Например Есть такая Заметательная Да Ну и дефолтные Тоже можно Импортировать Ну их тоже Можно назвать Зависимостью С какой-то точки зрения Значит Что такое Пип Это Питоновский Пакетный Менеджер Как расшифровать Пип Я не знаю А А Да Наверное Что-то такое Ну короче Не важно Устанавливается Он обычно Вместе с Питоном Либо через Пакет Python 3 Пип Либо можно Написать Волшебную фразу Python 3 Минус М Н Шур Пип Который Тоже Пип Установит Ну короче Это все Гуглится Как поставить Пип Прикол Пипа в том Что Можно написать Пип Install И какую-то Библиотеку Вот Реквест Например Это та библиотека С которой мы Будем работать С вами потом В недавних Версиях Python Сделали так Что библиотеки Просто так Ставить нельзя Потому что Молот Ломает систему Потому что У тебя может быть Одна программа Использует Одну версию Библиотеки Другая программа Использует Другую версию Библиотеки И типа Ты не можешь Одну и ту же Библиотеку В разных версиях Иметь Нормально На одном устройстве Поэтому Если ты Глобально Что-то ставишь Это может Теоретически Что-то сломать Есть флажок Специальный Который можно Прописать Чтобы этого Не происходило Вот он Вот тут Удобно Говорит Что You can Overwrite This Bypassing Break System Packages Нет Вот как раз Если ты Устанавливаешь В виртуальном Окружении То все Нормально Вот Если сделать Вот так То он все Скачает Типа без проблем Но у меня Эта библиотека Уже скачана Что эта библиотека Делает Мы с вами На следующем занятии Поговорим Обсудим Разберем Ну собственно Вот И ее можно Также импортировать И что-то с ней Делать Там Request .get Что-то там Куда-то Неважно Спойлеры Вот Так работают Какие-то сторонние Зависимости Либо библиотеки Стандартной Библиотеки Питона Есть прикольная Штука Что Питоновский файл Сам по себе Это тоже модуль То это тоже библиотека Например Нашу Старую добрую функцию Объявим тут И можно написать Здесь From Lib Import Sum2 То есть Что делает Вот этот код Он сначала Ищет Lib Кстати по-моему Сначала он даже Ищет в локальных файлах То есть он смотрит Есть ли тут Локально где-то Файлик Lib Если находит Он пытается Импортировать из него Если не находит Он идет в системные Библиотеки И если там не находит То потом он уже падает Типа не удалось найти модуль Из которого Импортировать Короче вот Файлики не обязательно должны все лежать в одной папке Можно создать папку Folder Например Дефолтное какое-то такое название Я не знаю У меня фантазия В 9 вечера не работает Поместить в нее этот модуль И тогда Вот у меня уже все по-умному Тогда импортирование будет работать через точку То есть мы пишем Папка Точка Название модуля Из которого импортируем В каких-то старых версиях питона Кажется До версии 3.4 То есть прям совсем старых Это так не работало Чтобы папка Стала модулем Надо было в нее добавить пустой файлик Init.py Сейчас без этого все будет работать Однако Init.py все еще Используется как входная точка модуля папки Что это такое Давайте объясню Просто так From folder Мы не можем ничего импортировать Потому что ну в самой папке у нас ничего не лежит Если мы хотим Сделать так Чтобы сама папка Фолдер по себе тоже являлась модулем В которой что-то есть Мы создаем файлик Init.py И в нем Прописываем всякие штуки Например Переменную А Со значением 1 Оригинально И вот потом уже можно импортировать эту переменную И как-то там использовать Из модуля folder Который как бы Фактически является папкой Но вот код модуля папки Находится в файлике Init.py Понятно? Что Да 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 Да, можно Блин, сколько у меня воды Спасибо Можно Обычно У тебя так не получится сделать Во-первых Потому что редко В других Да Но обычно такие библиотеки вообще не существуют Не Сейчас Сформулирую, что я хотел сказать Обычно такого Не Происходит в библиотеках Потому что переменная Это понятие локальное То есть В переменной Ты хранишь какое-то значение Которое тебе нужно В конкретном контексте Для исполнения каких-то конкретных действий Библиотека же Это понятие такое Общее, абстрактное Она предоставляет тебе Какой-то интерфейс Для работы с чем-то Вот, например Моя библиотека Ну ладно Мою библиотеку рассматривать не будем Будем рассматривать библиотеку math Она предоставляет набор функций Для математических вычислений Соответственно Какой-то переменной Там находиться Ну просто нелогично Библиотека math Она в себе содержит Просто кучу функций И переменную ты импортировать не можешь Да, есть Это константы Ну вот Не, они, кстати, хранятся В качестве переменных, по-моему Значит, можно 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 Давай покажу From math Import p Вот И p Это переменная Которая Я присвоил значение 3 Нет, ну короче, вот Можно импортировать переменную Можно ее потом использовать Все свободно, все нормально Единственное, что Ну не стоит так делать Потому что это переменная Изменение этой переменной Повлияет на Ну типа ты ее изменяешь Не только у себя Но еще и в модуле И если какие-то функции В модуле зависели от этой переменной То Они могут перестать работать Вопрос Да Print hello Что будет? Вот, кстати, хороший очень вопрос Давайте посмотрим Hello Да Именно вот ровно это и происходит Ты когда импортируешь какой-то модуль Весь его код Пробегает Исполняется А вот этот код Что он делает Он объявляет функцию Ну и собственно Если исполнить этот код У тебя появится функция Что и делает импорт модуля Ну на самом деле Не совсем так Ладно, я набрал Не совсем исполняет код Потому что Ну все-таки мы же что-то импортируем И потом значения будут доступны Откуда-то Например, вот так вот Мы импортируем sum2 Вот так вот импортируем a Но по сути, да Если есть какие-то Так называемые Top level выражения То есть На верхнем уровне Какие-то вызовы функций Они вызовутся Какие-то действия Они произойдут Все происходит Да, верно Да Поясни Ну почти так Только Ну все-таки Не совсем Так как в C Ну типа да Примерно так же То есть Сейчас, подожди Дай Извини То есть да Происходит подгружение модуля А при подгружении Он исполняет все Что в нем находится Вот теперь ты да Давай Да Мы точно так же будем Будем в папке Делять точкой Да То есть Folder Просто с названием И все библиотеки Которые ты устанавливаешь Они тоже автоматически Добавляются туда Куда нужно И Импортируются просто Названием Без всяких точек Вот Что тут еще Импорт рассказал Unit.py Всякие А вот кстати Да Про это я не рассказал Значит Что делает импорт Импорт масс Это такой стейклинг Который как бы Вот этой строчке Ты говоришь Что дальше Ты можешь пользоваться Модулем масс Но при этом Вот конкретно В этой строчке Ты не можешь сделать Типа вот Син Это не будет работать Так Питон не работает Что он делает На самом деле Внутри Он вызывает функцию Нижнее подчеркивание Импорт Вот так вот То есть Вот что происходит Когда ты пишешь Импорт масс Происходит Вот такая штука Ну да Например Можно сделать вот так Кек И потом Принятки Кек.син Один Ну вызвать Да То есть Здесь Кек По сути Это модуль Маф Вот эта штука Импортировала Импортировала Модуль математики И присвоила Значение Этого модуля Переменной Кек Можно Да Кстати Вот спасибо Я про это еще забыл сказать Можно Импорт Маф С Кек Да То есть Она импортирует модуль Маф Под названием Кек Это может быть полезно В случаях Когда вы хотите Сократить название Модуля Например Я часто пишу Импорт Реквест С РК Вот таким вот Образом Или если у вас Есть два модуля С Одинаковыми названиями То есть Если например Вы импортируете Фолдер Точка Лип Вы потом Ну типа Вы будете Вынуждены Писать Фолдер Точка Лип Везде Можете написать Фолдер Лип Лип И дальше Писать просто Лип Ну то есть Тоже сокращение Такое Также можно Различные Штуки Которые вы импортируете Из модулей Объекты Тоже импортировать С помощью Add Например From math Import Sin As Do Stuff И вот Штука Do Stuff У вас теперь Будет вычислять Синус То есть Это как бы Такое Просто Переименование Идет Понятно Да Да Import Рассказал Import As Рассказал Init.py Рассказал Ну давайте Быстренько Пробежимся По различным Модулям Которые есть На дарной библиотеке Понятные Вот тут Полезные Я написал Расскажу Что они делают Чтобы вы знали Что такое есть Скорее всего Вам все равно Придется гуглить Потом Когда Вы будете Чем-то Пользоваться Значит Math Там всякие Математические Функции IterTools Всякие функции Для итерирования По различным Объектам Что такое итерирование Кажется мы не успеем Поговорить Re Регулярные выражения Те кто знают Регулярные выражения Регулярные выражения Понимаете Да меня Понимаете Ага Вот короче Strings Там различные Строковые константы Например Strings Есть Переменная Digits Которая в себе Хранит все цифры Там Строка Просто со всеми Цифрами Есть переменная Printable Которая в себе Хранит строчку Со всеми печатаемыми Символами Ну и короче Всякие такие Другие константы Которые могут быть полезны Библиотека Рандом Для генерации Рандомных чисел Ну и всяких Других рандомных Штук Псевдорандомных OS Sys Это штуки Для взаимодействия С системой Операционной И просто Системой JSON Это библиотека Для работы С JSON Да Для парсинга Для кодировки Опять же Кто знает Те круто Для тех круто Кто не знает Узнайте потом И будете сильно рады Что питон Такое умеет Base64 Модуль Для работы С Base64 Кодировкой Pathlib Это модуль Для более удобной Работы С различными путями В файловой системе С представлением Путей В файловой системе Вот Ну и есть там еще Куча всяких модулей Обычно Если вам что-то Нужно сделать В питоне Скорее всего Есть для этого модуль Либо встроенный Либо написанный Кем-то Даже для go2 Клево Вот Файлы Про файлы Давайте поговорим В начале следующего занятия Потому что уже Время заканчивается Ну и короче все Базовые штуки Которые я хотел рассказать Мы закончили Вот тут вот есть Несколько слайдиков С Advanced штуками Про которые я Не расскажу Но я на самом деле И не надеялся Я их подготовил Просто на всякий случай Если вы вдруг Все окажетесь Таким Крутые питанисты Которые все умеют И мне придется О чем-то рассказывать Понадобится какой-то материал Но в презентации Это есть Там типа Так же как все остальные Слайды Название темы И несколько поинтов По этой теме То есть если захотите Презентацию у вас будет Вы загуглите Почитайте Ну либо я вам об этом расскажу Когда-нибудь потом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok